МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Андрей? Извини, не стал открывать своим ключом. Вдруг ты не одна? Не переживай, я буквально на минутку. Почему ты не отвечаешь на мои звонки? А почему я должен на них отвечать? Полагаешь, нам нечего друг другу сказать? А ты полагаешь, есть чего? Ну, мы же все-таки не враги. Лера, я тебе миллион раз говорил, цивилизованный развод двух цивилизованных людей это не про меня. Я дикарь, сама дур. Ты хотела свободы, ты ее получила. Значит, мы друг другу больше не нужны вообще. Почему не нужны? Нужны. Иди ко мне. Вставай. Вставай, вставай, вставай. Больше не нужны. Будь здорова. Андрей, мне нужно с тобой поговорить. Давай в другой раз. Нет времени. У меня отпуск всего один месяц. Я не хочу его тратить на пустые разговоры. Бабушка кодлики очень любила бабушка. Братья, привет. О, а ты что здесь делаешь, мать Терезы? Так, ты с Лерой говорил? Не твое дело. Что значит не мое дело? Говорил или не говорил? Не говорил. И говорить не собираюсь. Юлька, если ты моя сестра, это не даю тебе права лезть в наши дела. Извини. Алло. Андрей, ты еще в городе? К сожалению, да. Очень хорошо. Срочно приезжай в министерство. Ты мне нужен. А, Владимир Романович, у меня… Никуда твой отпуск не денется. Жду. Сглазили отпуск. Цыпочка, ну ты скоро, а? Андрюх. Андрюх, ты не прав. Ты должен с ней поговорить. Я должен ехать в министерство. А ты вон, бойфрендами своими руководи. Все, пока. Поэтому прошу вас освободить меня от должности директора и назначить на мое место энергичного и современного руководителя. Ай, не работавшего ранее в нашем музее. И при чем здесь я? А при том, что, Андрей Ильич, ты у нас и энергичный, и современный. Я никогда раньше не завидовал музеями. Андрюш, ну, во-первых, это временно. А во-вторых, я очень хорошо знаю этого директора. Очень уважаемый человек. В 50-е годы один по кирпичику собирал экспозицию. А его заместитель, Анна Львовна, работает с ним уже более 30 лет. Она энергичная женщина и весьма сведующая в музейном деле. Но он открытым текстом пишет. Назначите кого угодно, но только не ее. Почему? Почему? Вот в этом, Андрюшенька. И надо разобраться. Деликатнейшим образом разобраться. Периферийные работники, они такие трепетные. Ты ж собирался отдыхать. А Переславль прекрасный город, чудесные озера, рыбалка такая, что закачаешься. Я собирался отдыхать, а не музейную пыль вдыхать. А кто у нас лучший аналитик? Вот тебе и карты в руки. Разберешься. Я тебе к отпуску еще недельку прибавлю. За твой счет, разумеется. Владимир Романович, ну если вы так хорошо знаете этого директора, пусть он вам сам все объяснит. Он и собирался. Звонил. Обещал в Москву приехать. Но, к сожалению, так и не приехал. Почему не приехал? Потому что умер. Ну, с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Бабушка, а как у вас здесь проехать на Красную площадь? Вот так вот, прямичком как поедешь, на площади окажешься. А дом номер один, у вас там не мавзолей часом? Шутник нашелся. Дом номер один, это там, где наш директор музея жил, пока не помер. Пока не помер, жил. Логично. В общем, Ильича, вон, видишь? Ильича? Какого Ильича? Какого? Ленина. Памятник, что ли? Памятник. Куда он рукой показывает, вот туда и поезжай. Там он номер один и есть, желтый такой дом. Ага. А тебе-то туда зачем? А я бабуль теперь за директора буду. Ага. М-да. От Ильича до Ильича, без инфаркта и пролича. Ну-ну. Разобраться деликатнейшим образом. Ага. Есть кто живой? Если вы так хорошо знаете этого директора, может он вам сам все объяснит? Он и собирался. Обещал в Москву приехать, но к сужению так и не приехал. Почему не приехал? Потому что умер. Андрей Ильич? Боголёвов. Да. С приездом. Иванушкин. Александр Игоревич. Выслан, так сказать, встретить, передать ключи, ну и помочь, если что. Кем выслан? В смысле? В смысле? В смысле, кто вас выслал? Ага. Анна Львовна. Ага. Да. Анна Львовна. Здорово. Андрей Ильич. Сама она уж, вы извините, не смогла. Мы же ведь как думали, сейчас, секундочку, что ее директором назначат, а вышло вот все наоборот. Ну, в Москве, конечно, виднее. Да, в Москве виднее, конечно. Да, а вот сейчас она на пенсию уйдет. А чего ж так сразу? Так, а вы задержались. Мы вас в десять ждали. Пробки. Навигатор переклинило. Я два часа по вашим полям колесил. Да? Вас что же, не предупредили, что ли? Это нормально. У нас такое часто. Аномалия. Даже телефоны мобильные с перебоями работают. Как же вы тут живете с перебоями? Ну, как? Живем, как живем. Раньше ведь жили люди без мобильников. Ну, дома у всех обычные телефоны есть. Ну, это на всякий случай. И у вас, кстати, там тоже имеется. Ага. Это что, коммутатор? Борисня, два двенадцать. В смысле? У вас там что за памятником? За памятником? Горсовет. Бывшее дворянское собрание. После революции там комбет располагался, комитет бедноты. Потом пролит культ. Ну, а в тридцать восьмом исполком обосновался. Здорово. Ну, да. Очень здорово. А Ленина в восемьдесят пятом поставили. В девяносто первом хотели снести, но народ, знаете ли, он… Слушайте, а где у вас озеро? В каком смысле? А, в смысле озеро. Отсюда километра три. В ту сторону. А что, вы сразу на озеро? Худеи, давай. Уезжай отсюда! Что, простите? Нечего тебе тут делать. А вот с этим я как-нибудь сам разберусь. Так ведь веда будет! Собака выла! Смерть кликала! Матушка, шла бы ты со своей собакой, а? Пристала тут, я не знаю, как… Уйди отсюда! Это матушка Ефросинья. Давайте. Матушка? Ну да, ее все так зовут. Убогая. Монашеского звания никакого не имеет. Ходит, просит ради Христа. Не переживайте. Да я-то не переживаю. Вы-то чего так волнуетесь? Ну, а как не волноваться? Вы ж мое начальство. Новое. Она пошла! Пошла, я сказал! Фу ты черт! Андрей Ильич, вы уж простите, что так с собакой получилось. Зато вот я у нее сумку вашу отбил. Вот. В целости и сохранности. И на том спасибо. Я уже думал, что это чудовище мой баул к себе в пещеру тачит и будет по Красной площади в моих штанах щеголять. По Красной площади? О, пардон. А вы знаете, да ее пристрелить бы не мешало. Да некому. Мы обращались к ветеринару, а он говорит, без разрешения хозяев не имею права. А что хозяева? Так, старый директор был, хозяин собаки. Ну, в смысле, бывший. Вот. Умер он. Поехал на рыбалку и утонул. Я в курсе. А водопровод у вас здесь есть или тоже аномалия? В смысле? В смысле умыться? А, конечно, есть. На кухне. Там колонка висит. Воду греет. А еды у вас где-то можно купить? В смысле? В смысле покушать что-нибудь? А, конечно, можно. Уже хорошо. Там, на другой стороне площади, булочная. Калачная номер три называется. А вот рядом, в метрах в двадцати, магазин «Лабаз». В этом же доме трактир Монпансье. Модесс Петровичу принадлежит. Эх, вкусно, но очень дорого. Трактир? Ну, да. Сейчас же знаете как? Всех на старину тянет. У нас даже гостиница, меблированные комнаты Мещанки Зыкиной. А что? Хорошо придумано. Да. Креативно. Главное, столичным нравится. А можно вопрос, Андрей Ильич? Один можно. А вы нас закрывать приехали. Вы мне ключ от дома обещали дать. Так, это у нас от входной двери, это от калитки, а это от сарая. Я в нем собаку запер. Ну, и что вы мне прикажете с ней делать? Ну, пусть пока посидит, а? А завтра что-нибудь придумаем. Да не бойтесь вы, она на цепи. На цепи? Угу. Спасибо. Спасибо. За прием, за любовь, за ласку, за понимание. Мне б сейчас вещи разобрать. Да, конечно, конечно. Андрей Ильич, ну и все-таки, закрывать приехали. Нет, вы только правильно поймите, ведь наш музей тут это, можно сказать, центр культурной жизни. К нам ведь не только школьники, пенсионеры, к нам научные сотрудники со всей страны, иностранцы приезжают. Здорово, голубчик, зачем закрывать? Будем перепрофилировать. Это в каком смысле? В смысле, в развлекательный комплекс. В музей-аквапарк сделаем. Как? А территорию поделим между лечебницей для наркоманов и стрельбищем. Стрельбищем? Ну да, для пейнтбола. Как же… Всего доброго. Жду вас завтра в 9.30. Пойдем на рабочее место смотреть, что нужно сделать в плане будущей лечебницы. Понял. До завтра. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Да, без изысков живут директора центров культурной жизни. Горячая вода есть, и то хорошо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Верку бы сюда. Она б за две секунды уют устроила. Я дикарь, самодур. Ты хотела свободы, ты ее получила. Значит, мы друг другу больше не нужны вообще. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Бабушка, козлика, очень любила. Бабушка козлика супе сварила. Бум-пам-пам-пам. Супе сварила. на цепи еще раз здрасте ешь чудовище это тебе поговорили василий наливку десерту подашь а на аперитив рябина на коньяке да ты ему скажи федотов пусть заявление пишет нет заявление мы примем но ты без монетизма там понял все добро случилось чего игорь васильевич да тут одному приезжему колесо машины порезали да еще записку с угрозами оставили мадыц петрович мне бы букет на соло определить вася разберись но разве можно под руку то уж извините там она львовна с минуты на минуту будет аська чего а вас что с митикой роман что ли нин ты чего нет никакого романа я просто помогаю мите работу писать да ладно тебе рассказывать робота нам помогает писать сама-то он раскраснелась ничего не раскраснелось девчонки уймите ну что вы готовы императрица уже на подходе здравствуйте я ничего не пропустила анна львовна девочки девочки митинка митинутый как ваше величество это для вас спасибо тебе мои хорошие у вас так ждали какая же вы сегодня интересная у димитика не мешает подчиняюсь анна львовна спатье такое красивое на стол поставь можно вам помогу конечно там все уже готовы вы у меня молодцы алексей степанович еще не дурак добрый вечер небо покушать купить там нет там не две сосиски и все да на пять минут а там пять минут а что ж такое здравствуйте нет 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 мы закрыты отчего же на спецобслуживание вот там табличка любви и табличку я уже прочитал мне бы теперь поужинать вот модес петрович друзья предлагаю тост за нашу дорогую и несравненную анну львовну мне бы шутку простите мы закрыты у вас солянка миликанство какое мы закрыты петрович надо милицию вызвать я же ему говорил у нас спец обслуживание все в порядке михалыч иди вы меня простите за вторжение я не претендую на спецобслуживание просто есть очень хочется модель петрович добрый вечер добрый не переживайте сейчас покормим василек для гостя что-нибудь у нас действительно сегодня мероприятие турист рыбак здорово да озера у нас богатые мне бы супу горячего кусок мяса и водочки грамм сто это очень нервный день а чего же не двести двести модель петрович это уже приключениям а мне носом грядущий понял а кого спец обслуживаете если не секрет анну львовну на пенсию провожаем анну львовну это ну как же уважаемый человек исключительная женщина и старейший сотрудник нашего музея кстати вы же не были в нашем музее да пока не довелось настоятельно рекомендую вам его посетить уникальная коллекция картин даже в третяковке завидуют а вы знаток живописи опять же благодаря анне львовне вот отведайте нашего сальца сам солю из москвы едут попробовать мое сальцо и наливочка наша фирменная на березовых броньках русский дух прошу как говорится быть добру андрей ильич а как вы думали у нас городок маленький о гостях заранее узнаем за знакомство вкусненько закусывайте за что же к нам такое неуважение сверху анна львовна тридцать лет все содержит так что любо дорого почитай жизнь положила на этот музей и вдруг такая некрасивая история а наш музей даже в иностранных путеводителях отмечен да что вы говорите она ведь и при прежнем директоре все сама да сама вкусного сала да кушайте на здоровье я ведь чему спрашиваю народе говорят дескать человек из москвы не зря едет говорят крышка нашему музею почему крышка ну так говорят а вы кстати со мной львов это не знакомы нет ну вот я вас сейчас и познакомлю прекрасный случай модель петрович я зачем людям праздник портить вы меня покормите и отпустите с богом знакомиться не хотите не по-людски друзья наш музей центр культурной жизни всего района днами и ночными усилиями анны львовны наш музей процветает прошу прощения я не займу много времени меня зовут боголюбов андрей ильич я назначен руководить вашим центром культурной жизни я ни в чем не виноват это решение министра но если кто-то из вас решит насыпать мне в тарелку толченого стекла я постараюсь понять и простить спасибо за внимание можете продолжать а куда же вы так сразу андрей ильич присоединяйтесь к нам прошу вас и надеюсь никто не будет возражать нет конечно смелее андрей ильич толченого стекла у нас нет а вот вареничками со шкварками мы вас попочем прошу это ты его позвал ну что я с ума сошел я ему про банкет вообще ни слова он сам пришел вася стул здрасте виделись так это утром было сейчас вечер анна львовна заместитель директора музея боголюбов бывший заместитель директора а у нас прежний директор тоже был ильич дмитрий ильич а я считаю это добрый знак вы не находите потому что он утонул а давайте выпьемте еще раз за здоровье анна львовна но до чего же ты ловкий человек модест какую встречу то нам организовала и в неформальной обстановке а я здесь не причем они сами пришлись а вы отведайте настойчику андрей не побрезгуйте из москвы приезжают пробовать дай бог вам здоровья я надеюсь что под вашим руководством музей будет по-прежнему процветать а он процветает представьте себе если вам не придет в голову на самом деле им руководить он продолжит процветать ниночка ну не надо ну почему не надо анна львовна после всего что произошло навязываться в нашу компанию по крайней мере неприлично ну зачем человек первый раз нас видит а то подумает не бог ведь что пусть думают что хочет если он не понимает то я уйду нина ну простите нина подожди нина у нас лучший экскурсовод музея старший научный сотрудник она просто просто неравнодушна простил вы понимаете мы все были несколько удивлены вашим таким внезапным назначением а где вы раньше работали андрей ильич по строительной части или по банному тресту митенька перестань видите наш аспирант пишет между прочим работу по пивчику по пивчику но это не то что вы подумали это художник один из основателей русского авангарда господа позвольте все таки продолжить тост я надеюсь бокалы наполнены у всех это начальник полиции аннушка вы луч света вы путеводная звезда в море нашего культурного невежества вашими животворными силами питается родник моей безграничной любви к вам дорогая на львовне алёша алёшенька ну чё стоим девочки давайте быстренько больбертик а не позвали думали без меня не стыдно дорогой мой как я рада тебя видеть а я не с пустыми руками у меня для вас сюрприз господи господи алёшенька боже мой это кто сам спиранский обещал прийти и как видите не обманул от всей души анна вижу какой портрет вот уж угодил так угодил алёша ты мой ангел ой ниночка великолепно ниночка ты только посмотри ася саша вы видите видите это его рука господи господи глазам не верят анна львова что такое модель петрович бегу вам плохо не бережете вы себя анна львовна голубушка это просто от избытка у нее сердце больное ей волноваться не все только положительные эмоции положительные или отрицательные господа вы отсюда посмотрите как падает света какой удивительный колорит прекрасно действительно очень достойно благодетельный мой алексей степанович вы даже не представляете какой это подарок за что мне такое внимание спасибо дорогой ему спасибо это чего этот портрет сам спиранский картины ну что алексей степанович писатель он книги пишет а не картины а как то же тогда нарисовал его отец степан васильев спиранский превосходный был художник недооцененный правда так вот анна львовна за его работами гоняется они есть только в коллекции сына и в нашем музее мне кажется вы немного перевеличиваете нет так куда же она тогда за ними гоняется друзья ну что же мы стоим прошу к столу столу лёшенька андреевич можно вас буквально на минуту вот познакомься андрей ильич боголюбов алексей степанович спиранский писатель боголюбов директор ну зачем же вот так сразу директор анна львовна все таки алёшенька я без претензий тем более это чистая правда да уж андрей ильич наследством досталось сказочное не каждый музей содержится так как наш да и анна львовна вам преподнесла все это богатство на блюдке друзья давайте все-таки за нулевого давайте за ее здоровье дому сему пусту быть время пришло ну михалыч опять час настал не простите что опять похолодно соскучиваться и дому и городу сему пусту быть сатана грядет убогая михалыч все погибнет никого не останется ствол дайте михалыч все кончилось с вашего льготная жизнь тихо тихо руками черными не хватай белого ибо сказано в писании белое черным станет а черное белое ну пойдем матушка с ним пойду андрей ильич родненький вот возьмите 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 идите домой где вы живете я не живу никто не живет уезжай отсюда подождите постойте почему я должен уезжать сатана грядет все погибнет все это вы мне колесо прокололи сейчас же уезжай почему одного морили за другим дело стало уезжай андрей ильич все в порядке помощь нужна чертю знает да вроде нет справился без подкрепления ну тогда пойдемте внутрь там модель петрович солянку приготовил остывает безусловно бабушка кодока очень любила бабушка кузлик супе сварила Ты! Стой! Стрелять буду! Стой! Стой! Что ты гавкаешь? Кусать надо! Доброе утро, Софья Григорьевна! Здравствуйте, Асенька! Здравствуйте! Группа уже приехала, через полчаса открываем! Угу, хорошо, конечно! Ася! Поцелуй меня! Ну, не сейчас мне надо закончить! Ты подготовила документы! Я тебя люблю! Не мешай, пожалуйста! Нам еще нужно сделать фотографии для оценочной комиссии! Больше всего на свете я хочу быть с тобой! Ася, подожди, ну что ли? Ты с ума сошла? Да я сошла с ума! Ася! Асенька, ты здесь? Доброе утро, Анна Львовна! Ой, Асенька, я тебя потеряла! Пожалуйста, дай мне ключик от кабинета Дмитрия Ильича! А, да, конечно! Хочу забрать кое-какие свои вещицы! Анна Львовна, нам будет вас так не хватать! Спасибо, дед! Канова еще не приходила? Нет, его Саша должен привезти! Ну, и что это было ночью? Воры? Тогда почему они ничего не взяли? Не успели? Или я их спугнул? Вопрос, кому и зачем нужно было забираться ко мне в дом? Или не ко мне? Дом принадлежит музею, и до меня тут жил прежний директор. Собака, кстати, сначала не лаяла. Значит, знала того, кто забрался. И еще вопрос. Почему Анна Львовна, всю жизнь отдавшая музей, буквально за день взяла и собралась на пенсию? Обижена до невозможности моим назначением? Андрей Ильич? Утро доброе. 9.30, как и договаривались. Вот, кстати, у Модеста провиантом разжился. Яички домашние, молочко парное. Вы же, наверное, не завтракали? Спасибо за заботу. Пойдемте в музей, завтракать некогда. Угу. Простите, а это что? Полезное. В дом залезли, колесо прокололи. Как-то странно все это. У нас вообще-то криминогенная обстановка на нуле. А у вас в Москве врагов нет? Таких, чтобы за мной в изгнание последовали. Нет. Вот и я говорю, странно все это. Хотя по-прежнему директор переживал за безопасность музея. Он даже новейшую сигнализацию установил и домой хотел поставить. Но Анна Львовна его отговорила. Ведь ему за 80 было, и он порой забывал переключать сигнализацию. Так у нас бывало по 3-4 вызова в месяц. Ложных. А ценности? Старый директор из музея домой ничего не брал? Да что? У нас вообще-то музей не воруют. Да я не об этом. Андрей Ильич, нам туда. А о чем вы? Ну не знаю. Может он приносил на дом документы какие-нибудь для работы. А потом забыл вернуть. Вы же сами говорите, за ним такое водилось. А когда он умер, они там остались. Ничего не было. Я ведь дом к вашему приезду готовил, так ничего такого не видел. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, говорю. Господи, с музея орут. А вы давно в музее работаете? Два месяца. А раньше где работали? В Ясной Поляне. Ясная Поляна – место известное. Андрей Ильич, мы пришли. Не скучно вам здесь? Масштабы все-таки не те. Ну, знаете, думающий человек всегда найдет себе занятие. И возможность продолжить научную работу. Прошу. Спасибо. Я, например, постоянно с Лондонской национальной галереей в переписке состою. Нам с вами сюда. Пойдемте. Нина, а где Василий? Понятия не имею. Ясно. Так. Здравствуйте. Директорского нет. Ладно, сейчас посмотрим. Ага. А, вот, Ася взяла ключ. Нина, а Асю не видела? Не видела. Нам наверх, Андрей Ильич. У нас прекрасная коллекция европейской живописи девятнадцатого века. А вы на чем специализируетесь? Я военный историк. Андрей Ильич, вот, собственно, ваш кабинет. Табличку надо будет поменять, ну, а ключ у… Здрасте. Она Львовна, неожиданно. Здрасте, Андрей Ильич. Вы ж нынче на пенсии. Да вот, решила собрать. Все-таки память. Так что, извините, что без разрешения. Да нет, пожалуйста, пожалуйста. Я в холодильник. Ну, в смысле, поставлю молочко, яички. Вот, могу и куртку забрать. Да, спасибо. Ну, а сейчас соберусь и в путь. Вот. Далеко? К сыну в Кисловодск. Угу. Ну, счастливого пути. Андрей Ильич, а хотите, я проведу экскурсию по нашему музею? А, для вас. Настоящую. Настоящую экскурсию? Да, но только не надейтесь, что я буду сдавать вам дела. Александр Игоревич прекрасно справится без меня. Он в курсе всех вопросов. Анна Львовна, никаких дел. Экскурсия от вас с огромнейшим удовольствием. Прошу. Только после вас. Наш музей был организован по личному распоряжению Луначарска. Угу. После революции сюда из всех окрестных дворянских домов стали свозить произведения искусства. Добрый день. Добрый. Добрый, Витенька. Произведения искусства и предметы интерьера. А кому дом принадлежал до революции? Усадьба принадлежала Муромск. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь бывали Тючев, Батюшков, Грибоедов. А вот в этом зале у нас коллекция европейской живописи. Площадей не хватает. Многое находится в фондах. Анна Львовна, а давно существует музей? С двадцать первого года. Правда, до войны коллекция была втрое больше. Но во время оккупации музей сильно пострадал. Тут немцы устроили свою комендатуру. После войны музей долго и мучительно восстанавливали. До середины шестидесятых здесь было все в плачевном состоянии. А экспонаты разве не эвакуировали? Ну почему же? Что-то успели, что-то нет. То, что не успели, первый директор прятал по деревням, по дворам. Потом все это обратно собирали. А вот в этом зале представлены наши земляки. Богданов Бельский, Максимов, Крыжицкий, Сверчков, Заворыкин. Пивчик. Господи, как он мог. Анна Микловна. Поаккуратней, прошу вас. Доктор, а что с ней? Инфаркт. Господи, боже мой. Я поеду с ней. Не мешайте, пожалуйста. Ну что, довольны? Довели человека до инфаркта? Радуйтесь. Нина, пожалуйста. А что Нина? Я молчать не собираюсь. Это он виноват. Пусть все знают. Андрей Ильич, да вы не обращайте внимания. Она девушка молодая, импульсивная. Неравнодушная, это я уже слышал. Картина. Что картина? Здесь висела картина. Ну, она и сейчас здесь висит. Да нет. Здесь висел бородатый мужик. Ну да. Это и есть бородатый мужик. Пивчик РН. Мужчина с бородой. Холст Масла. 1920-й год. Саша! Саша! Анна Львовна. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ничего доброго я не вижу в этом дне. Сегодня выходной, Андрей Ильич. Вот решили заняться. Могли не забыть. Могли бы сами распорядиться. Такой человек был. Разрешите? Ася, ключи от моего кабинета у вас. Спасибо. Можете идти? Андрей Ильич, вы не сердитесь на них. На самом деле никто не думает, что вы виноваты. На самом деле, Саша, все думают, что виноват именно я. Юля, что случилось? Не открывай. Никому не открывай, пожалуйста. Games have… По чумену? Games share Субтитры сделал DimaTorzok Юля, ну нельзя все время молчать. Ты можешь толком объяснить, что произошло? На, выпей. Как ты думаешь, он не видел, куда я пошла? Кто, Юля? Телефон. Где мой телефон? А сумка? Я не знаю, у тебя не было сумки, ты пришла без сумки? Точно. Нужно коллективное письмо написать. Какое письмо? Что работники музея против нового директора. Бесполезно. Его же оттуда прислали. Скорее нас всех разгонят, чем его уберут. Ну да. Нет, тут нужно что-то другое придумать. Художественно. А Сашка-то все вокруг него скачет. Выслужиться хочет дурачок. Тоже мне заместитель по научной части. Помнишь, когда выставку готовили современного искусства, так он пивчика вверх ногами повесил? Угу. 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 А может это просто совпадение было? Что совпадение? Ну то, что вы приехали, и Анна Львовна умерла. А вы сомневаетесь? Я нет, конечно, не сомневаюсь. А... А на кладбище вчера было полгорода. Да и в церкви тоже. А в церкви я был. Аа... Ну да, точно. Саша, здесь экспозиция давняя или новая? Давняя, наверное. Насколько я знаю, Анна Львовна сама эту экспозицию составляла. И здесь ничего не менялось? Нет. А что вы там пытаетесь рассмотреть, Андрей Ильич? Картины не под сигнализацией. Нет. Музей в целом. Окна, двери. Старый директор хотел установить, но сами понимаете, госфинансирование, денег не на все хватает. А где портрет, к которой Анне Львовне преподнес писатель? Не знаю. Ну, у нее дома, наверное. Ладно, Саш. Спасибо. Вы идите, только покажите мне, как закрыть служебный вход. Я останусь в кабинете. Немного поработаю, бумаги разберу. Так, может, мне вам помочь? Сам справлюсь. Пришлось домой все перетащить. Анна Львовна чуть не спалила. Царство небесной императрицы нашей. Мить, не смей. Ну, все, все, молчу. Да и новую мог прочухать. Ну вот, почти закончил. Показывай. Аляп. Вау. Супер. Кое-что нужно еще доделать. Ну, в целом, как-то так. Здорово. Очень здорово, Мить. Это я тебе, как искусствовед, говорю. Митька, ты гений. Это еще что? Смотри. Ого. Мить. Я точно такую же на аукционе в Твери толкнул. Ну, так, для проверки. Ася документы подготовила, никто ничего не запалил. Ой, засыпетесь вы с ней, Митя. С ней возможно. С тобой никогда. С холстом, правда, пришлось немножко повозиться. Где брал? Да, в одной антикварной лавке. Купил какую-то старую мазню. Рисунок смыл. А краски? А что краски? У меня свой рецепт на ухал. Ни один эксперт не подкопается. Эй, ты обещал мне? Митя. Нина, я с ума скажу. Перестань. Не могу. Ну, а как же Ася? Устала я от нее. От нее нафталином пахнет. Говорит, я похож на молодого Блока. Слушай, Блок, это не так уж и плохо. Терпеть не могу Блока. Зря. Пусти. Ты даже не представляешь, сколько это может быть денег, если выставить ее где-нибудь на аукционе в Европе. Митя, какая Европа? Ты чего? А что, в Лондоне, например? Кристис, Боннэмс, Содбис, Майлэй Диэс? Митя, Лондон это не Тверь. Для Лондона нужна расширенная экспертная оценка, понимаешь? Ну, понимаю. Я справлюсь. А ты мне поможешь, да? Будь со мной, и ты станешь королевой. Ведь я же гений. Ты авантюрист, Митя. Я ушла. Нина. Что? А ты знаешь, чем занималась Анна Львовна? Саутина Нина Дмитриевна. Ты даже не представляешь себе, Митя, насколько это серьезно. Где она? В мастерской. Понятно. Значит так, Митя. Новому ни слова. А то реши, что мы к этому тоже причастны. А делать-то чего? Да ничего не делать. Завтра мы с тобой что-нибудь придумаем. И Асе пока говорить ничего не надо. Хорошо? Хорошо. До завтра. Не провожай. Угу. Но ведь кто-то потом поменял картины. Кто? А вот в этом зале представлены наши земляки. Богданов Бельский, Крыжицкий, Сверчков, Пивчик. Господи. Здесь висел бородатый мужик. Ну да. Это и есть бородатый мужик. Пивчик РН. Мужчина с бородой. В музее в то утро были Ася, Ивановшкин, Нина и две бабушки-смотрительницы. Все? Или кто-то еще? Перезвони мне, пожалуйста, Лера. Эй! Что вы здесь делаете? Что вы здесь делаете? Что вы здесь делаете? Или я не могу. Что вы там делаете? Эй! Эй! Как вы там? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ты что здесь делаешь? А ну, давай, иди отсюда! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В лес иди. Нельзя, я на службе. Меня со службы никто не отпускал. И я на службе. Только никогда не думал, что на этой службе убить могут. А меня все время хотят убить. Только я слышу, пристрелить, усыпить. Правда? Ага. Так на то она и служба, други мои. Взялся за гуш. Не говори, что не идешь. Ну, чего уставился, служил. Говорящий портрет. Не видал? Пить надо. Меньше, меньше. Вот так вот. Верно я говорю, по столу и коже. Верно, верно. С музею, а пьяный. И про памятник-то не знает. Бабушка. И вы здесь? А куда мне идти-то, милок? Ты вон там на моей лавке разлегся, вот я и пришла к тебе. С музея разлегся. Ты там забыл кое-что у меня. Вот, я принесла бутылочка с коньячком. Выпьем с горя, товарищ директор. Ну, так что, выпьем с горя, Андрей Ильич. Андрей Ильич. Андрей Ильич. Андрей Ильич. Здрасте. Здрасте. А я где? Дома. Как вы себя чувствуете? Голова болит. А что случилось? Так, перебрали вы немного, Андрей Ильич. Вас около музея нашли. На лавочке. Мне позвонили, я сразу приехал. Вот. Держите. Ой. Хорошо. Вот. Кто позвонил? Так из полиции. Оттуда я вас, собственно, и забрал. Держите. Вот так. Игорь Васильевич сказал, что если еще раз такое повторится, он вас оштрафует, а на первый раз прощает. Игорь Васильевич, это кто? Так начальник полиции. Выпить и молочка. Помогает от этого дела. Саша, я не пил. При вас бутылка была с коньяком. Тут портрет висел. Говорящий. Какой портрет, Андрей Ильич? С бородатым мужиком. Выпейте молочка, а? И поспать вам надо. Да что ж такое? Матушка! Матушка! Постойте! Ой, да помолчи ты, Христа ради. Стойте! Подождите, пожалуйста, как вас там? Как вы попали в музей? Как вы вошли? Как вы вышли? Для вас замки и засовы, для нас сады и просторы. Что вы делали в музей? Вот, смотри, что покажу. Вот это вот мышиные слезки. Вот это вот кудрявчики гиацинты. Там крокусы, белые подснежники. А тюльпаны теперь только весной. Вот возьми и не выбрасывай. Они тебе помогут. Андрей Ильич! Ну что вы в самом деле? Андрей Ильич! Ну, оставьте вы ее в покое. Ну, она не в себе. Не в себе? Ой, не в себе. Ой, не в себе. Ой, насколько не в себе. Ну, я же вам говорю. Сумасшедшие. Ты замолчишь, наконец. Или нет? Давай, давай, вали отсюда. Это твоя евпраксия? Да, это Ефросинья. Да. Она сегодня в музей через запертую дверь вошла и через закрытое окно вышла. В каком смысле? В прямом. Ты когда ушел, я дверь запер на ключ, а сам засел в кабинете. А потом, гляжу, она сначала по залам разгуливает, а потом по улице. А это было до говорящего портрета или после? Иди ты. Угу. Так, стой. Подожди, а где ключи? Надо же музей закрыть. Вот ваши ключи. Вы музей закрыли. Поставили на охрану. Я проверил, все в норме. Я закрыл? Ну, а кто? Кроме вас там никого не было. Ничего не понимаю. Вам бы прилечь. А у кого еще есть ключи от служебного входа? В каком смысле? В непосредственном. У всех. Вдруг кто заболеет или в отпуск пойдет. У меня есть. У Нины. У Аси. У Мити. У Анны Львовны был. У Василия еще. Это кто? Василий. Это сторож. Но вы его еще не видели. Он в прошлую пятницу запил. Он алкоголик? У него что, есть ключи от музея? Ну, почему сразу алкоголик? С кем не бывает? Значит, меня грили по башке, когда я нашел этот чертов портрет. Или потому, что я его нашел. Вытащили на улицу и обставили все так, как будто я напился. И сделать это мог кто угодно. Ключи от музея есть у всех. Так. И что мы приперлись? Опять гавкать? Хозяина твоего больше нет. Служить некому. Так что можешь быть свободным. Ну и как тебя зовут? А? Молчишь? Подумаешь? На службе она. Ясная поляна. Аномалия. Ясная поляна. Алло, Серега, привет, Боголюбов. Андрей, здорово. Ты уже в переосновлении? Да, уже здесь неделю. Слушай, у меня к тебе серьезное дело. Слушаю тебя внимательно. Расскажи мне про Иванушкина. Ты должна все ему рассказать. Ага, чтобы он меня прибил. Глупости, он твой брат. Не отвечает. Сети нет. Очень удобно. Уехал за сто первый километр, и ничего его не волнует. Да он не уехал, его направили. Чтобы Андрюша кто-нибудь куда-нибудь направил, если он этого не хочет? Смешно. Просто сбежал. От кого? От себя. Ну и от меня, конечно, тоже. Спасибо. Не за что. Удачи тебе. А, давай, на связи. Вот тебе, Александр Игоревич. С добрым утром, милок. Доброе утро, бабушка. Ну как, у тебя голова-то не болит после вчерашнего? Болит. А где ж ты так надрался-то вчера, а? С музея надрался. Бабушка, так это вы меня вчера на лавочке нашли? Я, милок, я. А вы не видели, я сам из музея выходил или меня кто-то вел? С приятелем ты выходил, он тебя и вел. А как приятель выглядел? Большой, маленький, черненький, беленький? Я не углядела. Без очков была. Ну такой, вроде чернявый. Здрасте. Ой, здрасте. Это не он? Нет, этого я знаю. Это Сашка с музея. Доброе утро, Андрей Ильич. Здравствуйте, Александр Игоревич. Ой, 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 милок, ты постой. Я ведь тут тебе кое-что припасла. О! Что это? Это капустный рассол. Очень помогает от этого дела. Простите, вы к кому? Я к себе. Василий, ты что? Знакомься, это наш новый директор. Боголюбов Андрей Ильич. Виноват. Не признал. Василий. Хромов. Истопник. И сторож. Знаю. Вы в пятницу в запой ушли. Вернулись? Виноват. Это вам. Дайте мне, пожалуйста, ключ от реставрационной мастерской. Это можно. Только вначале записать надо. Угу. Добрый день. Здрасте. Привет. У нас во всем порядок. Распишитесь. Ключик ваш. Здесь, пожалуйста. А кто последний брал этот ключ? Или в ваше отсутствие никто ничего не записывает? Да что вы, товарищ директор. У нас порядок. Угу. Сейчас посмотрим. Угу. Так, 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 так. А вот. Дмитрий Павлович. Дмитрий Павлович. Это Митя. А, аспирант по пивчику. Понятно. Вот что, Василий Хромов. Если вы еще раз уйдете в запой, можете не возвращаться. Пойдемте. Угу. Виноват. Телефон у этого Мити есть? Конечно, есть. Позвоните ему. Ага. Держите. Опа. Старый знакомый. Интересно. Интересно, интересно, интересно. Ну что? Нет сети. У нас такое бывает. Да. Аномалия. Где он живет? Кто? Митя. Не знаю, но можно узнать. Да что случилось-то, Андрей Ильич? А случилось то, Саша, что меня вчера треснули по башке в этой самой мастерской на вот этом самом месте. И треснул, судя по всему, ваш Митя. А здесь вчера стояла картина Спиранского с бородатым мужиком. А сейчас ее нет. Ну, вы опять? Опять. Опять. Вы что-то потеряли? Я потеряла любимого учителя и дорогого человека. И все по вашей милости. Нина, ну что вы такое говорите? Ничего. Александр Ильич, я могу пойти домой? Я плохо себя чувствую. Я больничный вам предоставляю обязательно. Да идите, конечно. И не придумывайте, не нужен мне никакой больничный. Нет, нужен. Все должно быть по правилам. Отныне и навсегда. Хорошо бы. Что, простите? Я говорю, хорошо бы, чтобы все было по правилам. Отныне и навсегда. Знаете что? Вы не думаете, что вам все сойдет с рук и работать с вами я не буду? Я себя уважаю и не собираюсь искренять память Анны Львовной общением с таким человеком, как вы. Слушайте, не утруждайте себя. Я зафиксировал, что вы меня ненавидите, работать со мной не желаете и будете жить по правилам. Окружающие это тоже зафиксировали. Зафиксировали? Ну… Вот видите? Достаточно. Вы переигрываете. Или у вас в сценарии написано, что девушка Нина должна отвлекать нового директора жгучи ненавистью. Я ненавижу вас. Андреевич, может быть она на самом деле вас ненавидит? Ой, бросьте. Вы все участвуете в заговоре. Это очевидно. У каждого своя роль. Ты тихой сапой втираешься ко мне в доверие. Нина каждую минуту заявляет, что она меня ненавидит. Ася изображает круткую покорность. Митя лупит меня по голове. Спрашивается, чей сценарий? Не мой. Но сценарий есть. Узнай-ка адрес, Митя. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА О! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Неожиданно. Я не понимаю, зачем Мите нужно было бить вас по голове? Очевидно, чтоб я его не застукал с этими пивчиками. Ну, тогда почему он потом не забрал копию пивчика? Да. Но при этом забрал картину с бородатым джентльменом. Это вопрос. И как вообще картина, которую Спиранский подарил Аня, попала в мастерскую? Может, вам показалось? Саша, ну я же еще не сошел с ума. 23, 24. Нам сюда. Хотя иногда мне кажется, что я на пути к этому. Можно войти? Что же это такое, Игорь Васильевич? Сложно сказать. Возможно, ограбление. Хотя кто его знает? Квартира съемная. Этот ваш аспирант жил один. Враги у него могли быть? Не знаю. Когда вы в последний раз видели его живым? На похоронах Анны Львовны. А на работу он сегодня приходил? Нет. История становится все запутанней. Полковник сказал, что картины, которую Спиранский подарил Анне Львовне, в квартире нет. Возникает вопрос, ее забрал тот, кто убил Митю? Или ее вообще там не было? Да. И имеет ли это убийство отношение к картине в принципе? Может, просто совпадение? Надо нашим сказать. Про Митю. Займись. Хорошо. Только без лишних подробностей. А я к Спиранскому зайду. Ты знаешь, где он живет? Да, знаю. Здесь недалеко. Что вам угодно? Алексей Степанович, я на минуту. Это Андрей Ильич, новый директор музея. Я вас не звал. Ничего страшного, я сам пришел. Без приглашения. Ей богу, работать не даете? Я ненадолго. Проходите. Вы по делу или у вас визит вежливости? Если визит, то извините, я не готов. А вы еще ничего не слышали? Что? Митю убили. Какого Митю? Аспиранта из музея. Как убили? Ножиком. Черт знает что, господи. Мы с ним толком не были знакомы. Он недавно в музее работает. Ну, хоть известно кто и... Пока нет. Да я, собственно, не за этим. Пригласить? Да, да, конечно, проходите. Спасибо. Я, собственно, по поводу картины, которую вы подарили Анне Львовне. Можно на нее взглянуть? Зачем? Ну как, я... У вас здесь человек новый. Приехал способствовать процветанию музея. На ваших краях никогда не бывал. Со спецификой не знаком. А Анна Львовна, я так понимаю, коллекционировала картины вашего отца и очень их ценила, да? А я даже не слышал о художнике Спиранском. Хотелось бы поближе познакомиться с его творчеством. Поближе? Ну да, вплотную. Ну что ж, знакомьтесь, это, собственно, все работы моего отца. Да что вы говорите? Интересно. Да, мой отец не Рокотов, не Левицкий. Просто хороший художник, писавший исключительно наши места и своих земляков. Вы этого не поймете с вашим московским менталитетом. А для нас это очень важно. И Анна Львовна ценила его прежде всего за это. А чего мне с моим московским менталитетом не понять? Да ничего. Не шедевры? Да. Зато честные и приятные глазу картины, которые художник посвящал родной земле и своим корням. Это я как раз понимаю. Понимает. Бросьте. Вот вы откуда родом? Из Москвы. Нет, это вы приехали из Москвы. А где вы родились? Тула, Саратов, Пенза. Может быть, Мурманск? Родился я в Москве. В Потаповском переулке. Надо же. А я был уверен, что вы покинули родные места в поисках, так сказать, лучшей доли. Действительно покинул. Приехал сюда и собираюсь здесь жить. Если меня, конечно, не прикончат. Что вы говорите? Хорошо у вас здесь говорю. Красиво. Так, нынче там, где родился, жить-то не принято. Все в Москву рвутся. За возможностями. Возможностей им не хватает. А мой отец никуда не рвался. И заодно это его можно уважать. Хотя он был человек небеспособности и прекрасно знал себе цену. Вы простите, у вас еще какие-то вопросы? У меня просто дела. Нет-нет, извините, что отнял у вас время. Угу. Скажите, а в местной библиотеке ваши книги есть? Я бы с удовольствием почитал. Ну зачем же в библиотеке? Вот. Прошу. Автограф дадите? Извольте. Дэнни! 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 Да что вам еще? Нина? Алексей Степанович, Митю убили. Я в курсе. Проходите. Писатель, а стол завален бухгалтерскими бумагами. Почитывает доходы от тиражей. Спиранский на приеме у Анны Барин, а дома бизнесмен. Интересно, который из них настоящий? Две смерти за два дня, даже три, если считать прежнего директора. Таким путем скоро в этом музее никого не останется. Надо искать картину. В ней отгадка. Ну что, собака, подскажи, чего дальше делать-то? Не ждать же, пока меня опять по башке треснут. О, ну и воняет же от тебя. Да как тебя звать-то? Фу, только не дыши на меня, а то я в обморок упаду. Ну-ка, давай уберем отсюда эту гадость. Андрей Ильич, вы это что это делаете-то? Ошейник снимаю. Вы что? А вдруг она заразная? Сам ты заразный. Ее как звать? Да кто же ее знает? Мотя, кажется? Мотя. Андрей Ильич, Игорь Васильев всех допрашивает. Кстати, просил вас к нему заглянуть. А, слушай, Саш, а у вас есть зоомагазин? А, зоо? А, на площади есть. Не в службу, а в дружбу. Сгоняй, купи какой-нибудь антисептик, шампунь от блох и какую-нибудь химию от клещей. А, понял. Ну, у них спроси, они лучше знают. Да-да-да. Денег не надо, не надо. У меня есть. Потом отдадите. Хорошо. Я бегом. Мы тебя будем, Мотя. Стой! Мотя, стой смирно. Кому говорю, стой. Да не тряси ты башку свою, ну? Мотя, успокойся. Саша! Да, Андрей Ильич. Фу, шампунь давай. А может, вам помощь нужна? Она же заразная. Мотя, куда пошла? Стоять. Ну, вот. Теперь другое дело. Да, это у нас красавица. Вот, кстати. Велели на холку накапать. Велели, накапаем. А это что у тебя? А, это я еще ошейник купил. Это зря. Ошейник надо вместе покупать. Вместе с кем? Вместе с тем, кто носить будет. Все, Мотя, все, 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 свободно. Который час? Полвосьмого. Ого. Так что, к Модесту в трактир? Да ну его, там народ полно. А у меня кушать нечего. Так я принес. Шашлык. На крыльце оставил. Что ж ты молчишь, вражина? Тащи, пока Мотя с ним не разобралась. Несу. Где жарить будем? На сковородке? Зачем на сковородке? Во дворе прекрасный мангал есть. Вот. Узнали что-нибудь у Спиранского? Не-а. Посмотрел картины. Ага. Ой, выпросил в подарок книжку о вечном и насущном. Читал? Скукота страшная. Кстати, как вам картины? Да никак. Так рисовать во дворце пионеров учат. Вот скажи мне, Витяна Львовна была не дура? В смысле? В прямом смысле. Она была профессионалом. Она не могла не понимать, что картины заурядные. Ну, да. И все-таки пришла в восторг, когда Алешенька преподнес ей бородатого мужика. Почему? Может, не хотела обидеть? Может. А в каких отношениях она была с покойным директором? Да в прекрасных. Правда... Что правда? За то время, что я работаю в музее, он там появлялся всего раза три-четыре. То есть? Ну, то есть фактически музеем руководила Анна Львовна. Интересно. Ну, ему же за восемьдесят было. Берегла, наверное, его? Берегла. Чем же он тогда занимался? Дома сидел и научные работы писал. Кстати, на рыбалку ездил, живописью увлекался. Рисовал? Рисовал? Да. Ну-ка, пойдем-ка. Куда, Андрей Ильич? На чердак. Ничего странного не замечаешь? Да вроде нет. А если внимательно? Директор увлекался живописью. Картин нет. Ни одной, Саша. Что он здесь рисовал? В доме даже завалящего этюда нет. Точно. Ты, кстати, ничего не забирал? Нет, конечно. Зачем мне? Ну, я не знаю. В музей. Или на память о покойном директоре. В смысле? Если ты еще раз задашь этот вопрос, то завтра я буду сидеть в тюрьме. В каком смысле, Андрей Ильич? Я... Я понял, понял. Нет, здесь не было никаких картин. А родственники у директора имелись? Насколько я знаю, нет. По крайней мере, на похороны никто не приезжал. Значит, и забрать некому. М-да. Ты говоришь, старый директор Без Анны Львовны и шагу не делал? Да. В общем, так, Саша. За неделю до смерти он написал письмо в Минкульт. С просьбой отправить его на пенсию. А на его место взять кого-нибудь со стороны. Кого угодно, но не Анну Львовну. Да ладно. Откуда вы знаете? Я это письмо собственными глазами видел. Даже так. Но тогда это меняет картину мира. Твою? Ну да, мою. А какая у тебя картина мира? Как вам сказать, Андрей Ильич? У нас тут... В общем, у нас тут свои дела. Анна Львовна умерла и... Какая разница, о чем просил старый директор? Я хочу знать, кто дал мне по голове. Ну, вы же уже выяснили. А кто убил Митю? Ну, наркоман какой-нибудь. Ты же говорил, у вас криминогенная обстановка на нуле. Вот еще что. Глянь. Что это? Читай, читай. Мы потеряли все, ради чего я прожил жизнь. Я понимаю, что вина моя безмерна. Своим безволием и попустительством я допустил это. Исправить ничего нельзя. Но их еще можно остановить Адамов. Откуда это у вас? Субтитры создавал DimaTorzok А откуда это у вас? Ваша блаженная матушка дала. Вместе с букетиком. И что это? Видимо, остатки какого-то признания, сделанного директором. Когда он утонул? 14 сентября. Написано за день до смерти. Это его почерк? Ну, вроде да. Но это же легко проверить. Спрашивается, откуда это у вашей убогой? И как ее зовут на самом деле? Не Ефросинья же? Это почему не Ефросинья? Сам сказал, что она не имеет монашеского звания. Значит, у нее должно быть нормальное человеческое имя. А Ефросинья что, не человеческое? Вообще, она в этой истории довольно странный персонаж. Странный? Да. Вот посуди сам. Она же не могла знать, кто я и зачем сюда приехал. Но пришла ровно в тот момент, когда я появился, и сразу же заявила, чтобы я уезжал. Значит, ее кто-то послал? Послал? Ты или говори нормально, или иди к черту. А кто ее послал? Я не знаю, кто ее послал. Ну, так уже лучше. Идем дальше. В тот же день не прокалывают шину и прикрепляют к ножику записку «Уезжай». Вечером того же дня Ефросинья появляется у Модеста и выступает точно с таким же номером. С каким номером? Уезжай отсюда. Сатана идет. Одного уморили. Кстати, а что она имела в виду, когда сказала уморили? Не знаю. А может, она предвидела смерть Мити? Ну, у сумасшедших такое бывает. Ой, я тебя умоляю. После смерти Анны она крутилась вокруг музея. Зачем? Совпадение. Она везде ходит. То тут, то там. То тут, то там? Ну да. Кстати, картошечку можно запечь на решетке. Очень вкусно получается. Мечта, а не картошка. Опять наша блаженная легка на помине. Совпадение? Мотя, тихо! Какого... лешего? Парк! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Может, и укусит. Мотя! Предупреждать надо. Мы тебе звонили, но ты все время вниз в зону доступа. А у нас тут аномалия. Подожди. А мы это кто? Позвольте узнать. Андрюха. Привет. И ты здесь, мать Тереза. Ага. Ты так и будешь нас здесь держать? Или может быть, мы можем пройти? Можно подумать, если я скажу нет, что-нибудь изменится. Верхнюю одежду можете повесить на вешалку. Хорошо. Вот, проходите, располагайтесь, не стесняйтесь. Извините. Мы страшно хотим есть. Мы с самого утра едем. То на метро, то на такси, потом на поезде, потом опять на такси. Иванушкин, Александр, заместитель директора музея, то есть Андрея Ильича. А, можно просто Саша. Лера, а я Юля. Очень приятно. Очень приятно. А по поводу проголодались, так это у нас уже почти все готово. Мы с Андреем Ильичем собирались шашлык жарить. Правда, Андрей Ильич? Обожаю шашлык. Да? И я тоже. А ванная у вас здесь есть, Саша Ивушкин? Иванушкин. Умыться вы за дороги? Да, конечно. Прямо и налево по коридору. Мы там, правда, собаку мыли. Ничего страшного. Мотю. Красивые девушки, Андрей Ильич. Да, а уж хитрые-то какие. Сверх всякой меры. А откуда взялись, Андрей Ильич? Я даже не знаю. Наверное, из Москвы. Больше им в принципе взяться-то неоткуда. Юлька это моя сестра. А Лера жена бывшая. Чья жена? Моя же. А я тут картошку приготовила. Ее можно запечь на решетке. А вот это отличная идея. Юль, вы молодец. Молодец. Да, а решетка? Андрей, у нас не было другого выхода. А вон у входа принесете? И ледяное хладнокровие, и мой обманчивый покой. Ты можешь не стараться, мы все равно никуда не уедем. Саш, я там самовар в сарае видел. Он живой? Конечно. Старый директор из него чай пил. Каждый день. Спасибо. Ты мог бы хотя бы поинтересоваться. А что у нас случилось? А зачем? И так все ясно. У вас не было другого выхода. Все и так ясно. Девушки, и что самое интересное, пил чай всегда с вареньем. И сам его варил. Очень любил это делать. А Андрей Ильич, там еще корзинка с сосновыми шишками. Обалденный аромат они чаю придают. Вот. Я так понимаю, что спасение утопающих делал рук самих утопающих? Да это было понятно сразу. А кто утопает? У нас неприятности личного характера. И мы надеялись, что Андрей нам поможет. А Андрей вам поможет? Андрей такой человек. Андрей Ильич, поможете? Мне ваши неприятности личного характера еще в Москве надоели. Хуже горькой редьки. Я могу уехать прямо сейчас. Я понимаю, тебе, наверное, не хочется меня видеть? Лера, ты мне не поверишь, но не хочется. Совсем не хочется. То есть абсолютно не хочется. Но это же никого не интересует, правильно? Главное, чтобы тебе было удобно. Это не просто скинули на меня всю ответственность. Теперь, если я не хочу им помогать, то я свинья. Да? Андрей, мы поговорим потом. Мы уже говорим. А ты опять не заметила. Пахнет вкусно. Горячо. Юля, вы что? Аккуратнее, не обожглись? Нет, просто есть охота. Мы еще на заправке думали перекусить, но решили, что ехать надо, чтобы зацветло успеть. А вот это вы правильно сделали. Сейчас же рано темнеет, зима скоро. Любите зиму? Обожаю. Красиво у вас тут. И леса кругом. Просто бериндеевские. Как вы точно это подметили. Очень верное слово. Бериндеевские. Горит. Горим. Горим, горим, горим. Саша. Да. А у вас здесь гостиница. Есть? Гостиница? Конечно. Мебелированные комнаты Мещанки Зыкиной. А зачем вам? Здесь же места полно. Всем хватит. Правда, Андрей Ильич? Смотря для чего. Смотря для чего. Как шашлык. Кажется, мясо готово. Действительно. Мясо готово. Давайте жарить картошку, Юль. Может, им правда помощь нужна? Может, у них какие-то проблемы? Да у них всегда проблемы, Саша. Неразрешимые. Я думал, хоть здесь меня в покое оставят. Ай. Кому же в голову пришло такую красивую, такую умную собаку посадить на цепь, да еще в сарай засунуть? Ну, это на самом деле Анна Львовна распорядилась после смерти директора. Да. Ну, вы не подумайте, Анна Львовна человек нежестокий, просто... Слушай, а давай на ты. Тебе сколько лет? Тридцать два. А мне тридцать девять. Видишь, если ты ко мне по имени-отчеству, то и мне, получается, к тебе тоже нужно по имени-отчеству. А мне с моим омикошонством. Это как-то неудобно. Договорились? Ну, да. Давай пять? Давайте. А, в смысле, давай. Эх, сейчас бы на бордершафт выпить, да нечего. И ты дай Джим на счастье лапу мне. Молча, умная какая. Не знала, что ты такой любитель собак. Да я не то, чтобы собак люблю. Я просто издевательств терпеть не могу. И неважно, человек это или собака. Ты что-то хотела? Где мы можем лечь? В сарае. Мотя как раз его освободила. Андрюха, у тебя совесть есть? Нет. Ясно. Доложитесь, где хотите. В спальне, в комоде. Чистое белье. Я сам стирал. Спасибо. Пожалуйста. Спокойной ночи. Спокойной. Завтра я уеду, Юля. Лер. Я свое дело сделала. Я тебя привезла. Ты все ему расскажешь. Рано или поздно он тебя услышит. Но ты ведь тоже хотела с ним поговорить. Это глухой номер было ясно с самого начала. Нет, ну так не бывает, чтобы раз и все. И чтобы не поговорить даже. В конце концов, Андрюша нормальный, ты нормальная. Тоже, вроде бы. Вот именно. Вроде бы. Ты не можешь просто так уехать. Я одна теперь боюсь. Ты не одна. У тебя есть брат. А я тебя не отпущу. Мы сюда приехали, чтобы все им рассказать вместе. Не только я, но и ты тоже. Он не станет слушать. По крайней мере, меня точно не станет. Я бы не стала. Это потому, что ты не мужчина. Это они нас должны защищать и спасать, а еще быть великодушными и сильными. Юль, да ничего они не должны. Это они раньше такими были, а потом мы им объяснили. Что у нас общество равных возможностей. И женщины в защите и спасении не нуждаются. А в чем же тогда нуждаются твои женщины? Равенство и братство. Ладно, Юль, давай спать. Я устала, как собака. Аспиранский в каких отношениях был со старым директором? В нормальных. У нас тут все в нормальных отношениях. Городок-то маленький. Они даже вместе с Аспиранским иногда на рыбалку ездили. А ты правда картину вверх ногами повесил? На выставке авангардного искусства. Ты откуда знаешь? Разведка донесла. В смысле? В смысле бабушки у вас в музее слова охотливые. Ну, знаешь, всякое бывает. Ну, перепутал, где у нее вверх, где низ. Врешь? Что будешь делать, когда я правду узнаю? Да ничего не буду. Я не вру. Спокойной ночи. До завтра. До завтра. С этой стороны площади вы видите здание дворянского собрания, построенное в 80-х годах 19-го столетия. А вот там бывшая усадьба муромцев. Дома его нашли, Софья Григорьевна. Зарезанного. Божий милостивый. Уму не постижено. Сначала она львовна. Господи, упокой ее душу. Теперь Митя. Тихо. Мотя рядом. С добрым утром. Собачку-то, Андрей Ильич, лучше б на улице оставить. Собачка Василий со мной пойдет. Это теперь мой новый заместитель. А Сашенька как же? А Сашеньку, Софья Григорьевна, мы с Мотей съели. Мотя Игоревна, пройдемте. Андрей Ильич, ты зачем собаку в музей притащил? У тети Сони чуть инфаркт не случился. Я не мог Мотю оставить со своими мегерами. Они ее обидят. Слушай, а картины Спиранского Папы у нас в экспозиции есть? Есть. А в запасниках? И в запасниках тоже. Ага. А в каком году они появились в фонду? Слушай, надо проверить. Посмотришь по карточкам? Дался тебе этот Спиранский? Андрей Ильич, можно? Ну, здравствуйте, Ася. Проходите. Присаживайтесь. Я вас слушаю. Андрей Ильич, я хотела вам сказать, что Митя не делал ничего плохого. Плохого? Ну, то есть он не делал ничего плохого для музея. А с чего вы взяли, что я так думаю? Я знаю, что вы нашли картину, которую Митя копировал. Пивчика. Ну, в этом же нет ничего криминального. Он же работал по этой теме. Да. Только он готовил картину для продажи. Как подлинник. Для продажи? А почему вы решили мне об этом рассказать? Потому что мне кажется, что это может быть связано с его смертью. Он заработал большую сумму. Недавно он написал картину и продал ее, как неизвестную работу пивчика. Как же ему это удалось? Я готовила ему документы. Но одних документов мало. Нужен аутентичный холст, краски. Любая экспертиза покажет, что это новодел. Холст он делал из старых картин. Он покупал на барахолке что-нибудь старое, не имеющее ценности. Смывал и грунтовал. А краски... У него был свой метод. Он говорил... Ноу-хау. Ноу-хау. Я, наверное, должна пойти в полицию. Наверное. Но меня ведь тоже могут привлечь. Могут? А что, закон есть закон. Так, Ася, прежде всего вам нужно сейчас успокоиться. Слезами вы не поможете ни себе, ни нам. И Митю этим не вернешь. Так что, Асенька, сейчас вы пойдете домой, да? И отдаю вам отгул, хорошо? Ну, а что делать дальше, мы потом решим. Хорошо. А что же делать с экскурсией? Нина же заболела. Мы разберемся, вы не переживайте. Ага. Давайте. Ася! А? Скажите, а в день смерти Анны Львовны, Митя был в музее? Был. Подполь нарисовал свою картину. Да. Спасибо, можете идти. Но пока никому ничего не говорите, хорошо? Хорошо. Хорошо. Так. Ну, кое-что теперь проясняется. Думаешь, Митю убили из-за этих денег? Ну, этого я сказать наверняка не могу. Зато я могу сказать кое-что другое. Что? Ноу-хау, Саша. Пошли в мастерскую. Возможно, мы пустышку тянем, но стоит попробовать. Мотя. Мотя, 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 Мотя. Давай, давай. Нюхай, нюхай. Ты должна показать нам путь этой картины. Вперед. Так, это раз. Молодец, Мотя. Давай дальше. Так, это два. Куда теперь? Господи, боже мой, да куда же вы с собакой-то? Все хорошо. Александр Игоревич, Мотя, все в порядке, не переживайся. Это три. Очень хорошо. Мотя, тихо. Молодец. Что и требовалось, доказать. Фу, ничего не понимаю. Зачем мы устроили этот крост по музею? Чтобы понять, почему я в день смерти Анны Львовны увидел на стене вместо вот этого вот пивчика бородатого мужика. И почему же ты увидел этого бородатого мужика? Все очень просто. Доброе утро, Анна Львовна. Ой, Асенька, я тебя потеряла. Пожалуйста, дай мне ключик от кабинета Дмитриевича. В тот день Митя, как обычно, занимался подпольным копированием картины, и Анна, которую в музее никто не ждал, ее ведь накануне проводили на пенсию, чуть не застукала его за этим занятием. Митя, Анна Львовна ушла. Нужно вернуть картину в экспозицию. Теперь пивчика надо было немедленно возвратить на свое место. Если бы Анна заметила ее отсутствие, приключился бы скандал и никому не нужное разбирательство. Да, но только не надейтесь, что я буду сдавать вам дела. Чтобы попасть в музейный зал, Митю нужно было пройти мимо директорского кабинета. А там, в этот момент, Анна разговаривала со мной. Идти мимо нас с пивчиком в руках он никак не мог. После революции сюда из всех окрестных дворянских домов стали свозить произведения искусства. Добрый день. Добрый день. Услышав наш разговор, он понял, что мы сейчас отправимся в зал, где висел пивчик. Я думаю, стоит начать с зала русской живописи. Прошу сюда. Нужно было срочно что-то повесить вместо него. Тогда Анна, возможно, не заметила бы пропажу. Митя случайно увидел в кабинете картину с бородатым мужиком, взял ее, спустился по черной лестнице и водрузил на стену за секунду до нашего появления. Здесь бывали Тючев, Батюшка, Грибоедов. А вот в этом зале у нас коллекция европейской живописи. Площадей не хватает. Многое находится в фондах. Анну, когда она увидела на стене подарок Спиранского, хватил удар. Митя, воспользовавшись общей суетой, вернул на место пивчика, а бородатого мужика спрятал в мастерской, где я его и нашел спустя два дня. А почему Анна Львовна принесла картину Спиранского в музей? На этот вопрос у меня пока ответа нет. Да и смерть Анны Львовны от удивления выглядит более чем сомнительно. Согласен. Разрешу? Ты извини, приехать сюда была моя идея, и не самая умная, наверное. Это правда. Я завтра уеду? Очень хорошо. Ты только Юлю в Москву не отпускай, ей туда нельзя. То есть ты вообще ничего не хочешь слушать? Понятно? Понятно. Жил-был у бабушки, все жилки. Эх, на бинушка, зеленая сама пойдет. Э, ты куда приперся на мытые полы? Тебя что, разуваться не учили? Юля, что происходит? Что происходит? Уборка происходит. Мы, между прочим, всю твою посуду помыли, в шкаф поставили, в ту комнату. Юля, ты, ты не понимаешь, что вы мне здесь не нужны? Ни ты, ни она. Ты бы хоть разрешение спросила. А что, ты разрешил бы приехать? Нет. Нет. А ты на звонки на наш отвечал? Нет. Ну вот, сам виноват. Я всегда сам виноват. Угу. Во всем. Как вы вообще узнали, где я? Лерка позвонила какому-нибудь министру. Он сказал, где ты находишься. Ну, так просто. Позвонила министру. Так, я в Москву все равно не поеду. У меня отпуск до пятого числа, поэтому я побуду у тебя. Не делай, пожалуйста, такое страшное лицо. Я тебя не боюсь. Здравствуйте, хозяюшка. А Ильич дома? Андрей Ильич, мое почтение. Должно быть, я не ко времени. Здравствуйте. Вы себе даже не представляете, насколько вы ко времени, Модель Петрович. Какими шудьбами? Да я, собственно, с приглашеницем. Мы с Игорем Васильевичем наладились на рыбалку в ночь. Так может, и вы с нами посмотреть, так сказать, наши заповедные места. Спасибо, но как-то неожиданно я не готов. Зато у нас все готово. У костерка посидим, уши ицы отведаем. Соглашайтесь. Вы знаете, а я согласен. С превеликим удовольствием. Тогда я через полчаса за вами заеду. Заметано. Андрюха, а ты что, с нами ужинать не будешь? Там Лерка Паэлью приготовила. Через полчаса. Хорошо, хорошо. О, Модест Петрович, привет. Здорово. Андрей, я буквально на минуту. Я тут тебе справочку приготовил по картинам Спиранского. Представляешь, музей купил 22 его работы. И потом 14 из фонда списали, как не имеющие художественной ценности. Здрасте. Освоились? А я думал, к нам в музей зайдете. Наш музей лучше московских. Спасибо. Как-нибудь в другой раз. Будем ждать. Я там тебе все по годам расписал. Саша, здравствуйте. Хорошо, что вы пришли. А вы будете с нами ужинать. Дело в том, что Андрей Ильич нас бросает. Уезжает на рыбалку, А вы тоже нас бросаете? Нет, почему бросаю? Я... Значит, будете ужинать с нами. Да, наверное, буду. Вот и замечательно. Вы любите паэлью. Лерка так ее готовит, с ума сойти. Юля, помолчи. Я, конечно, люблю, наверное, но... Это такое испанское блюдо. Оно раньше считалось деревенским, а теперь изыск. Там вот все есть внутри. И рис, и курица, и креветки. В общем, обалденно. А еще, если Лерка на огне приготовит, вообще-то она замечательная, удивительная хозяйка. Правда, не все это ценят. вы так вкусно рассказываете. А, Андрей Ильич, Андрей Ильич, а ты, значит, на рыбалку собрался? Саш, не отсвечивай, а? Иди, ешь испанское блюдо. Модест пригласил, да? А я, знаешь, с тобой поеду. Тебя не приглашали. А я без приглашения. Даже так? Ну, вот как-то так. Васильич, принимай гостей. Ну, наконец-то. Заждался я вас. Ну, что так долго-то? Дорога ухабистая. Здравствуйте, Игорь Васильевич. Александр Игоревич. А я вот прицепом напросился. Не прогоните? Здравствуй. Здравствуй. Ну, а кому рыбу-то чистить? Как говорится, больше рыбаков уха гуще будет. Точно. Да, наденешь, а то околеешь ночью. Спасибо, тогда переодеваюсь. А вы, Андрей Ильич, я смотрю, рыбак-то настоящий. А я думал так, видимость одна. Ой, боже мой, красота-то какая. Тишина и покой. Тут бы домик поставили. дожить. Домик? Хорошая идея. Далеко пойдем? А че нам куда-то ходить? Здесь будем ловить. Тут место прикормленное. Здесь и лещ берет, и щука. Берет, берет. И окуня вот такие. Да, я когда маленькая была, я все никак понять не могла, почему щепки и шишки внутрь самовара бросают. Там же вода. Как они горят? И почему чай потом такой чистый, без мусора? Мусор. Кругом сплошной мусор. Знаешь, о чем я все время думаю? О равенстве и братстве. Да. О том, что я такая смелая и умная. Я же не нуждаюсь ни в чьих советах. И ни в чьей поддержке я тоже не нуждаюсь. Я все могу сама, и мне никто не нужен. Пойли, супер. Вышла замуж, побыла замужем, потом перестала быть замужем, и все сама. Я деловая женщина. Бизнес-вумен. Был один муж, потом будет другой муж. Еще лучше прежнего. Но я же достойна большего, а это просто болезнь такая, называется она. Я достойна большего. А при чем здесь равенство и братство? Да при том, что мы с мужчинами теперь братья по разуму, а не существа разного пола. Мы такие самостоятельные и умные, что нам даже в голову не приходит остановиться и подумать. А что дальше? Вот, это ему и нужно сказать, что ты остановилась, подумала головой и поняла, что ошиблась. Да плевать ему, ошиблась я или нет. Ну, знаешь, плевать не плевать, а обручальное кольцо он так и не снял. Кто это? Здравствуй, красавица! Юленька здесь? Здесь. А вы кто? Кто, кто? Самый лучший, самый верный, самый долгожданный гость. А сестра с женой к тебе надолго? Я не жена, Саша. Уже два месяца. Официально. А она красивая. Какая из двух? Обе. Красивая. А ты почему не спросил, что у них случилось? Может, у них действительно проблемы? Зря переживаешь. Не оценят. И вообще, на тебя плевать. Ну, там видно будет. Моё дело предупредить. Жил-был он бабушки в севернике ухо. Жил-был бабушки в северный кротинок. Ой, есть какая накладка вышла. Чего? Я думал, он дома один, а там полная хата народу. Да еще этот Саша навязался. Васильич, может? Ну, и нафиг, который балкон. Нет, Модест. Если начали, надо водить до конца. А Иванушкина я на себя возьму. Александр Игоревич. Да, Игорь Васильевич. Поможешь мне перемет поставить? Конечно, всегда пожалуйста. Тогда надевай сапоги. Ага. В палатке стоят. Ага. А то ботинки твои развалятся. О, это точно. А мы с вами, Андрей Ильич, сейчас будем на спор удочки забрасывать. Кто первый сома вытащит. Сом рыба ленивая. Его квочить нужно. Соображаешь, теоретик. Хорошо. Хорошо. Тогда щуку. А щуку можно. Я тут в прошлом году на семь килограмм щучку вытянул. Прям так и на семь. Спорим? Пошли. Игорь Васильевич, я готов. Давай, запрыгивай. Андрей Ильич, ни хвоста, ни чешуи. К черту. Перуете тут. Вкусно. Послушайте. Юленька, что ж ты уехала-то? И даже адресок не оставила. А я тебе телефончик привез твой собственный. Хороший номерок тут. Полезный. Братик. И семь звоночков подряд на него. А дальше чудеса спутниковой навигации. Прогресс. Молодой человек, знаете? Как зовут? Пустите. Я спрашиваю, как зовут? Лера. Вот что, Лерочка. Говорить будешь, когда я скажу. Поняла? А до тех пор, дура, закрой свою пасть! А-а-а! Сюда! Сюда! Юленька! Это он! Это он! Да! Окно! Девчонки! Юля! Не одурите! За мной быстрее! Черт! Ну давай! Юля! Чердак, быстро! Давай сюда, быстрее! Давай! Шкаф! Попакай! Тяжелый! Зачем такие усилия? Вас убьет! Сиди! Сиди, нет! Хотите поиграть? Ну давайте поиграем! Тоже мне кошелот! Вы что-то сказали, Мадальд Петрович? Мелочь! Мелочь? Ну вы-то вообще ничего не поймали? Не расстраивайтесь! Я вас сейчас такой ухой угощу! Пальчики оближете! Где у нас лук? Он меня ухой угостит! Андрей Ильич, что вы понимаете в ухе? Вот у меня уха ушится, так уха! Ко мне с Москвы едут уху пробовать! Здоров же ты врать, Мадальд Петрович! А ты меня на врагах не ловил? Не ловил! Иди рыбу чисти! Есть! Чистить рыбу! А ухой профессионал займется! Ухой он меня угостит! Юленька! Выходи! Выходи, дорогая! А не то я тебе больно сделаю! И подружке твоей! Ты же не хочешь, чтобы подружке было больно? Сами не выйдете, я вас выкурю! Господи, ты появились! Что же это такое? Что же нам делать? Чертова дыра! Я, наверное, должна выйти! Я тебе выйду! Надо на помощь взять! Он ненормальный, он маньяк! Надо стекло разбить! Он нас сожжет! Я знаю, ему нравится запах жареного мяса! Я тебе сказала! Не дури! Он тушил от меня сигареты! Сказал, что в кино мить! А потом меня связал! Достал сигарету из пачки! Закурил и затушил! И так, пока вся пачка не кончилась! Эй! Ну все, девчоночки! Кончилось мое терпение! Юленька, золото! Все еще можно исправить! Раз, два, три, четыре, пять! И я иду девчат рубать! Подайте, Христа ради! Че тебе? Копеечку подай, мил человек! Шла бы ты отсюда! Пока я тебе башку не проломил чертям собачим! Ой-ой-ой! Не поминай нечистого в суе! Ехал бы ты в Освояси! Места у нас глухие! Да ты, видать, сама глухая! А ну, пшла отсюда! Ой-ой! Пшла, я сказал! Свят, 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 свят! Девчонки! Я иду! Ну, ничего, ничего, завтра с утречка еще раз попробуем забросить! Или ты в город намылился? Не хочешь спать у речки, а? Андрей Ильич, только я тебе не повезу, пешком придется идти! Да я тысячу лет на природе не ночевал! Ах, то ты оно, что не ночевал! А ты поночуй! Услышь, как лес дышит, как трава растет, речка журчит! Может, узнаешь что-то в этой жизни? Поймешь, как оно устроено? Скажи-ка мне, для чего человек живет? Ну, ты даешь, Модесь Петрович! Откуда же я знаю? Не знаешь! И я не знаю! А кто знает? Вот ты, к примеру, с виду обычный нормальный человек! А для чего ты живешь? А живешь ты для того, чтобы другим людям жизнь портить! Чтобы у них не осталась последней надежды на человеческую справедливость! Чтобы они все сдохли, а ты один остался! Да сапоги свои поганые об них вытирал! Или лучше они тебе сапоги лизали, да? Победитель! Да ты чего, Модесь? Ты объясни, я в чем-то виноват? Не прикидывайся, директор! Да кому я что сделал? Ты для чего приехал сюда? Меня министром! Решил своей Москве, что все, тебе здесь с рук сойдет? Да при чем здесь Москва? Анну Львовну святейшей души женщину в могилу загнал! Ты хочешь нашел? Эй, мужики отдай! Да что? Да что? Да что? Да что? Да что? Да что? Все, что? Все, что? Все. Все. Мочи, да проволчи ты, господи! Да ты чего? Я тебе вот что скажу. Уезжай ты лучше. Сегодня уезжай. Завтра поздно будет. Нет, не едешь. Я тебе только учусь. Ушки! Ребятушки! Там дома какой-то отморозок ваших девчат. Кажется, убивают. Ну вот и я, мои хорошие. Лера! Лера! Я иду! Ну что же ты, девочка? Я ведь тебя люблю. Жить без тебя не могу. Ты что творишь, дятел? Девушку отпусти. Опа! Ты кто? Конь в пальто. Девушку сказал отпусти. Топор на пол. Топор сказал убери. Ну вот как-то так. Надо вызвать врача. Не надо. У тебя может быть сотрясение. У меня все нормально. Да что это вообще было? Я не понимаю. Это был Юлькин кавалер. Кто? Бойфренд. Они встречались полгода. Мы же с тобой разводились. Нам было не до нее. Он хороший мальчик. Из хорошей семьи. Он садист и урод. Он одни издевался. Я его сейчас удушу. Сядь, Андрей, сядь. Он бы нас убил. Убивать вас, Юля, ему не было никакого интереса. Ему было интересно поиздеваться над вами. Вот и все. Сам процесс. Я что, попал в аварию? Что это? Ай! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот так. Поспи. Вот так. Что ты сделал? Ничего не сделал. Безотказный прием. Никакого члена вредительства. У него свой дом с охраной. Он меня туда привез и запер. Сказал, что я его собственную. Она как-то от него сбежала. Приехала ко мне. Мы сразу к тебе. Но куда нам еще? Надо было сразу все объяснить. Как, Андрюша? Разве ты нас слушал? Слушай, тебе когда надо, ты папу Римского заставишь Марсельезу петь. Папу Римского? Да, он же живой человек, а не истукан каменный. Это я истукан. Спасибо. Да, пожалуйста. Ты себя вообще со стороны иногда видишь. Ты видишь себя как просто… Он меня все равно убьет. Нет, не убьет. Я никому не позволю вас пальцем тронуть. Это понятно? Никому и никогда. Это окончательно и бесповоротно. Мамочка, мне плохо. Тихо, 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 тихо! Взять, Андрей Ильич! Взять! Господи, что нам теперь с ним делать-то? Может быть, хотя бы связать его? Я не знаю. А что нам делать дальше, нам, видимо, расскажет Александр Игоревич. Да, Александр Игоревич? Расскажете нам, что делать дальше? Конечно. Конечно, Андрей Ильич. Расскажу. Делать вам ничего не надо. Что вы говорите? Сейчас приедет Игорь Васильевич со своими архаровцами. Составим протокол. Разбойное нападение. Проникновение в чужое жилище. Угрозы жизни и здоровья. Ну, на этом, я думаю, будет достаточно. А там разберемся. Еще вопросы будут. Да. Да, я слушаю. А как вы догадались, что он здесь? Нас Евфросинья привела. Кто? Да, есть здесь одна. Ай. Местная сумасшедшая. Мнимая. Кстати, где она? Божий человек. Куда хочет, туда идет. ШУМЕХАНИЕ ИНТРИГУРЯЕТ ИНТРИГУРЯЕТ Ну что, Ефросинюшка, за успешное окончание дела? Выпей снотворное. Сразу уснешь. Я теперь, наверное, никогда не засну. Давайте. Идите. Я сам. И не надо спать, Юль. Вы просто полежите. День у вас был нелегкий. Выпейте. Обязательно. Он правда из очень хорошей семьи. У него очень влиятельные родители. Вы завтра мне о нем все подробно расскажете. Держите. Я даже представить себе не могла, что он на такое способен. Наверное, он сумасшедший, да? Давайте. Все хорошо, что хорошо кончается. Да. Завтра Андрюха мне голову оторвет. Не оторвет. Я с ним договорюсь. Нет. Вы его плохо знаете. Это вы меня плохо знаете. Вас? Вас, я кажется, очень хорошо знаю, Саша. Я завтра этому хорошему мальчику из хорошей семьи Пашку откручу. Юльку прибью, чтобы знала. Ты чего смеешься? У тебя сирический припадок, что ли? Просто смешно, как ты от злости ночью дрова колешь. Ничего смешного, по-моему. Ты не понимаешь. Ты ничего не понимаешь. Это правда. Я ни черта не понимаю. Лера, Андрей, простите. Юля уснула. Я пошел. Спасибо, Саша. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Может, скажешь все-таки? Что? Правду. Вот, Лер, скажи мне, пожалуйста, как? Человек может каждый день врать и не в одном глазу. А кто врет? Я вру. Между прочим, я думал, ты раньше сообразишь. Я сообразил. Вот, человек обыкновенный. Работник музея. Умудрился повесить картину художника-пивчика вверх ногами. Чего, в принципе, не может быть, если человек имеет хоть маленькое отношение к музейной работе. Согласен, не может. Это раз. Во-вторых, посмотри, у него всегда застегнуты рукава, чтобы не показывать часы. А часы у него очень приметные. А что у вас за часы? Обыкновенные. Командирские. Это два. Где я еще прокололся? Ясная Поляна. Это и три, и семь, и десять. И при чем же тут Ясная Поляна? Александр Игоревич утверждает, что он работал в Ясной Поляне. А директор Ясной Поляны, с которым я уже много лет дружу, сообщил мне, что однажды ему позвонили оттуда и попросили дать рекомендацию некоему Иванушкину Александру Игоревичу. И он дал, хотя сам Александра Игоревича никогда в глаза не видел. Конечно, не видел. Тем более, что в последний раз я там был на экскурсии в шестом классе. Он вряд ли меня запомнил. Ну так кто ты? Секретная служба Ее Величества? Или тайный агент госбезопасности? Так и есть. Что есть? Что есть, то есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, с Богом! Я полежу немного рядом, а то никак не уснуть. Субтитры сделал DimaTorzok Лера! Мы с Юлей и Сашей уехали в полицию. Тебя будить не стали. Саша сказал, ты там пока не нужен, а он сам разберется. Разберется. Но меня-то сюда министр прислал. А тебя какими судьбами в музей занесло? По службе. В Москве на аукционе продали одну картину. Раритет, конечно, но ничего сверхъестественного. Документы в идеальном порядке, но на таможне ее тормознули. Есть там один удивительный человек, Шата Георгиевич, еще с советских времен работает. Человек-рентген. Так вот он на картину глянул, сразу арест наложил. Отправил на экспертизу и нас вызвал. И что экспертиза? Показало, что под пейзажиком неизвестного художника портрет работы Рокотова. Интересно. Очень интересно. Начали разбираться. Оказалось, что картина из этого музея. И числится как утраченная во время войны. Ну, во время войны. Мало ли на какой стене она все эти годы висела. Правильно. Но других концов у нас не было. Поэтому решили начать отсюда. Их можно еще остановить. Кого их? Допустим, старый директор знал о махинациях с картиной. Решил рассказать об этом, но передумал. Или не успел. Почему? Потому что очень, кстати, утонул. Предположим, пейзаж поверх Рокотова написал Митя. Был у них с директором такой бизнес. А после истории с таможней запахло жареным. И кто-то третий Митю убрал, как свидетель. Кто? Их сообщник? Или сообщница? ПЕЁТ Руки вверх! Сатана грядет! Все погибнет! Ау! Да не пугайтесь вот так, Андрей Ильич! Да, сыщик из вас, прям скажем, тот еще. Я вас еще на площади заметила. Да вы располагайтесь, а я вам сейчас все расскажу. Хотелось бы. Дело в том, что у меня задание. Выяснить законность приобретения одной бронзовой скульптуры. Это задание я выполнила, и теперь со спокойной совестью уезжаю. Какой скульптуры? Джованни Банаци, 18 век. До революции принадлежала Муромцевым, хозяевам усадьбы, где сейчас музей. В наше время была куплена легально, документы на первый взгляд никаких подозрений не вызывали. Приобретатель решил застраховать ее на кругленькую сумму. А страховая компания, естественно, захотела проверить ее на предмет криминала. Мы навели справки и обнаружили эту бронзу в описи имущества, изъятого в 20-м году. В качестве... Я? Басова Евгения Алексеевна. Страховой детектив. Страховой кто? Детектив. Так вот выяснилось, что до войны она была собственностью музея. А дальше вопрос, украдена или сгинула во время войны. Музей никогда о краже не заявлял. Подняли все архивы, пришлось разбираться на месте. Сразу понятно стало, что официальным путем я здесь ничего не добьюсь. Но вот и вынуждена была придумать этот маскарадный костюм. Будьте добры, помогите мне собраться. Да-да, конечно. В таком виде, кстати, очень легко проникнуть туда, куда обычному человеку хода нет. И что вы выяснили? Краденая бронза. Почему? Вот на этих фотографиях музейные предметы, возвращенные после войны. Но до того, как они попали в экспозицию. Вот здесь вот наша железная леди. Получается, в музей она вернулась. Но в описи музейных фондов ее нет. Значит, украдена. Кем? Вероятно, покойным директором. Ведь он руководил музеем с тех самых времен. С директором мы много общались. Привечал он меня. Называл божьим человеком, посланным ему свыше во искупление грехов. Угу. Какие грехов? Ну, я думаю, связанных с разбазариванием музейного имущества. Я как-то слышала их с Анной разговор. Директор говорил, что пора с этим завязывать. А Анна пугала ответственностью. Они очень поругались. А вечером того же дня я была свидетелем одного телефонного разговора. Вот, матушка. Возьми. Вот, спасибо. Я тебе здесь... Ох, спасибо. ...покушать собрал. Храни тебя Бог. А... Вот еще. Ой. На. Помолись за меня. Угу. Ну, все, все. Иди, 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 иди с Богом. Да? А что вы со мной сделаете? Послушайте, молодой человек, я вам в отцы гожусь. Руки у вас короткие. Вот. А через несколько дней директор утонул. Вы думаете, это было убийство? Сложно сказать. Но люди в этом деле вполне себе серьезные. Как только вы приехали, я хотела вас предупредить. Но сказать вам, кто я такая, вы уж извините, никак не могла. Неизвестно, как вы бы отреагировали. А у меня многомесячная работа. Это понятно. Откуда вы вот это взяли? Нашла в мусорном ведре у директорского дома. А потом решила отдать вам. Когда поняла, что вы не просто новый директор музея. Вы ведь не просто? Что есть, то есть. А что вы делали в музее после похорон Анны Львовны? После похорон? Меня в музее не было. Вы сейчас правду говорите? Конечно. Зачем мне врать? А вот в первый вечер, как только вы приехали, это я к вам забралась. Каюсь. Уж очень было интересно, кто вы такой. Вы же совершенно не похожа на музейного работника. Хотела потихоньку посмотреть документы. Потихоньку не вышло. Ох, Евгения Алексеевна. Если бы вы мне сразу все рассказали, я бы столько времени не потерял бы. Возможно. В любом случае, Андрей Ильич, желаю вам успешно разгадать все оставшиеся загадки. Спасибо. Удачи. И берегите себя. А что будем делать с бронзой? Да ничего не будем. В фондах музея она не заявлена, так что мой клиент может спать спокойно. Счастливо. Во время войны музей был разрушен практически полностью. Некоторые экспонаты погибли. Что-то немцы вывезли. Сидите, сидите. Здравствуйте. Надо было восстанавливать усадьбу и собирать коллекцию заново. Многое для этого сделали наш прежний директор и его друг. Художник Степан Викторович Спиранский. Вместе они ездили по деревню... Софья Григорьевна, скажите, а что, Спиранский действительно был хорошим художником? Вы же его знали? Вы сколько лет в музее работаете? Сорок лет. Ого. Да. Степан Викторович Спиранский. Да какой он художник? Пьяница и алкоголик. Нет картинки он, конечно, рисовал. Но ничего особенного. Зачем же музей тогда покупал его картины? Бог его знает. Может быть, благодарность за труды? Он же восстанавливал музей. А может, поддержать, чтобы он совсем не спился. Но, видите, не помогло. А когда он умер? В восьмидесятом. Как раз перед Олимпиадой. А теперь давайте пройдем в соседний зал, где представлены работы начала двадцатого века. Прошу за мной. Андрей Ильич, простите. Можно вас на минуту? Как здоровье. Вижу, поправляетесь. Спасибо. Андрей Ильич, мне с вами поговорить нужно. Хорошо бы не в музее. Пойдемте ко мне домой. Это очень важно. Я вам должна кое-что показать. А здесь нельзя. Я еще вчера хотела, но никак не могла решиться. Вериться с трудом, вы девушка решительная. Не всегда. А я знаю, вы здесь временно. У вас, наверное, неприятности по службе. Вот вас сюда и сослали. Что скажете, нет? Из Москвы в провинцию просто так не ссылают. Вообще-то мне у вас нравится. И город замечательный, и люди. Сейчас вы еще начнете про озера, про леса, да? Да чушь это все. Чепуха какая. Что здесь вообще может нравиться? Этот музей? И при нем тупые туристы? И ты им одно и то же говоришь. Что вчера, что позавчера, что поза-поза вчера. Вот тут у меня это все. Каждый вечер засыпаю и думаю. Завтра все брошу и пешком пойду. Да я жить хочу. Жить. А жить-то только там можно. В Москве. Но это смотря, что вы подразумеваете под словом «жить». Вы мне хотели что-то показать. Да. Картину. Помните, Алексей Степанович подарил Анне Львовне картину. В ресторане у Модеста. Помните? Мне сказали, что вы ее искали. Кто вам сказал? Один очень хороший человек. Откуда у вас эта картина? А мне Анна Львовна тот же вечер ее дала. Попросила на следующий день на вокзал ее принести. У меня живот, он рядом. А ей далеко. Ну, я взяла. Чудны дела твои, господи. Простите, что вы сказали? Шедевр, говорю. Истинное наслаждение. За болвана меня принимаете? Я болван, наверное, но не слепой. Нина. А? А вы можете мне эту картину дать с собой? Магнитики вот у меня, гляди какие. С музеем есть, есть с памятником Ленину. Кольца для салфеток с гербом нашего города. Посмотрите. Очень хорошо. Спасибо. А сейчас прошу за мной. Мы с вами пройдем к главной достопримечательности красной площади в переезд к Лавскому художественному музею. Прошу, пожалуйста, за мной. Это я не украл. Это мне законоподарили. А где Юлька? Вы в полиции уже закончили? И опознали, и показали. Этот подонок сразу адвокату своему названивать начал. А Юлька теперь от Саши не отходит. Ну, в ее случае это не самый худший вариант. Ой, не говори ерунды. Просто у нее стресс. А Саша ее герой. Он ее герой не потому, что у нее стресс, а потому, что он ее от подонка спас. Возможно. Выпьем кофе. Выпьем. Мне с тобой поговорить нужно. Как? И тебе тоже? Сало, буженинка, огурочки соленые, студник говяжий, курячий, рыбки всякие, водка разная. Стопочку? Да для стопочки как-то еще рановато, да? Тогда кофейку. У нас пирожки и печеньки. Мне кофе с молоком, пожалуйста. Василий, заказ примешь, ко мне зайдешь. Здравствуйте, Модест Петрович. Здравствуйте. А вы что будете? Мне бы чего-нибудь поесть. К сожалению, горячего сегодня нет. У нас кухня закрыта на спецобслуживание. Опять? Ну, но нет и сюда. Нет. Идите, милейший. Слушаюсь. За Юлькой это мы с тобой не уследили. Да, когда уж нам? Нам же все некогда было. Мы же разводились. Что смотришь? Это была не моя идея. Я мешал твоему карьерному росту или чему там еще. Тебе же начальник сказал, что ты ценный сотрудник, что все звездочки с неба будут в твоем кармане, что просто нужно больше работать. А я сказал, что все это маразм. И ты подала на развод. Андрюш. Да? Не передергивай, пожалуйста. Я подала на развод не поэтому. А почему же? Потому что невозможно жить с человеком, который относится к тебе как к маленькой девочке, который диктует тебе, чем заниматься, а чем нет. Который совершенно в тебя не верит и считает, что... Так, Лера, стоп. Я не хочу начинать все сначала. Да, я тоже не хочу. Ну ты вот, вот просто объясни мне, вот прямо сейчас объясни. Почему ты считал, что у меня ничего не выйдет? Да я считал по-другому. Я говорил, у тебя талант, бесспорный, стопроцентный. Дар сценариста от бога. И что? Что? Все. Штамповать сериалы, как пирожки? А там у меня перспектива. Пирожки не штампуют, их пекут. А там нет никаких перспектив. Писать сценарий для корпоративов, это что, перспективы? И само их ставить. Приглашать артистов. Нанимать персонал. Это совершенно другая работа. Это совершенно другие деньги. Что здесь плохого? Да прекрасно все. Я просто хочу понять, почему ты говорил, что из меня ничего не выйдет? Я не говорил этого. Я говорил, что ты себя погубишь, талант свой погубишь. Тебе там все надоест, и ты будешь жалеть, что ты не занимаешься любимым делом. А вырваться из этого всего ты не сможешь, потому что у тебя не будет времени, да и сил тоже. То есть ты просто переживал за мой талант? Лер, да что же ты такой-то, а? Мы же все наши споры уже решили. Сейчас-то из-за чего? Ты был прав. Я не смогла. Ой, Лерка, я тебя прошу, не надо только вот эти вот женские штучки. Я потерпела поражение, приползла на коленях. Ну так оно и есть. Да ну. Я недалекая женщина. Ты близкая. Я глупая, как пень. Ты мудрая, как дуб. Андрюш, я уеду сегодня. Ты только не думай, пожалуйста, что... Боже, меня сохрани, Лера. Я вообще в последнее время боюсь думать. Андрюш. Лерка. Прости меня, пожалуйста. Мне. Мне очень тебя не хватает. Лера. Андрюш. Анатолий. Да? Ты мне нужен. Иди со мной. Анатолий. Да. Что да? Подожди секунду. Простите. Спасибо. А на рыбу где? За рыбой Андрей только поедет. Я когда сказал съездить? Модест Петрович. Я вас прерву. Вопрос есть. А вопросы мы все с вами на рыбалке решили, Андрей Ильич. Выходят не все. Это ваше? Я могу и сам за рыбой съездить. А зачем мне шины порезали? А за тем, чтобы ты убрался отсюда. Я думаю, ты трусливый. А ты вон разбираться решил. Видно, крыша у тебя хорошая. Да я уже разобрался. Вы б еще автограф на записке оставили. Чем я вам не угодил? Не угодил. Слова-то какие находишь. Не дам я тебе здесь паскудничать. Ну, не дам. Можно поконкретнее, Модест Петрович? Можно. Ты зачем сюда приехал? Меня назначили руководить музеем. Врешь, гад. Ты приехал, чтобы жизнь нашу разорить и порушить. Скажешь нет? Нет. А ну-ка, ответь мне. Глядя в глаза. Что ты должен с музеем сделать? Молчишь? А я тебе отвечу. Ты паскудник должен под ложные бумаги сделать, что все это не имеет никакой ценности. Чтобы потом пустить это все к чертовой матери с молотка, да понастроить своих борделей со шлюхами. Вот, вам видал? Совсем вы там охренели наверху на вашем. Всю Россию распродали, теперь заназдились. Вот. Уезжай-ка ты отсюда по добру, по здорову. Не доводи до греха. Андрей Ильич. Подождите. Значит, вы думаете, что я прибыл в ваш город для рейдерского захвата? А почему вы так решили? А ты хотел по-тихому все обстряпать. Ай-яй-яй, не получилось. Я спрашиваю, с чего вы это взяли? Ты мне ножом тут перед носом не маши. Есть люди верные. Рассказали и бумаги показали. Какие бумаги? Согласно утвержденному плану, строительство намечено на 2014 год. В подчуждении попадают земли около Красной площади и... А ты думал, у меня доказательств нет? Модесса Петрович, это подлог. Музей находится под охраной государства и состоит в списке ЮНЕСКО. Давай, давай, выкручивайся, директор. Откуда вы взяли эту летопись? Не твое дело. Это ваше. Ну и что прикажете делать, Владимир Ильич? Бядь штуй, мам. Телефон-телегат. А? Вы? Здравствуйте. Снова мешаю вам работать. Я пройду. Вы уж извините, но мы, москвичи, бесцеремонны до ужаса. Тем и славимся. Чем обязан? Да я все про картину, которую вы Анне Львовне подарили. Чудная картина. Как бы на нее взглянуть? Свяжитесь с наследниками, они вам покажут, если стать тут нужным. А, ну, где же их возьмешь, наследников-то? Да я не знаком я с ними. А вы наверняка знакомы. Может, позвоните, договоритесь. Великое одолжение мне сделаете. Великое. А мы взаимообразно устроим в музее ваши литературные вечера. Встречу, так сказать, общественности с писателем. Какие вечера? С Пиранским. Я никуда звонить не буду, я никого не знаю. Ну, как же так? Алексей Степанович, вы столько лет знали Анну Львовну, а наследников ее не знаете. Я никого и ничего не знаю. Мотя! Мотя, возьми! Возьми, Мотя! Ко мне, ко мне! Это не та картина, из-за которой меня по башке треснули. Почему? А то и вот тут вот никакой газеты не было. И выглядела она как-то попроще. Ну, а Неспиранский подарил именно эту картину? Похоже на то. Я ничего не понимаю. Зачем Нина мне ее отдала? Не знаю. Но это еще что? Вот на квартире у Спиранского картины, это да, настоящая аномалия. В каком году на площади поставили памятник Ленину? В 85-м году. Вот. А Паша Спиранского скончался в 80-м. И видеть памятник никак не мог. Однако на одной из его картин памятник изображен. А что ты сделал с Юлькиным кавалером? По мне! Точно? Собственными глазами видел. То есть, получается, у сынули развешаны не отцовские картины? Я бы сказал, что не только отцовские. Ай, какая хорошая, какая хорошая собака! Мотя красавица! Умница! А что ты сделал с Юлькиным кавалером? В Москву отправил. Как? Андрей, посадить здесь его пожизненно я не могу. Мне его адвокат и так истерику закатил. Мы его накажем, не волнуйся. Ай, получается, я кругом болван. Даже собственной сестре помочь не могу. Я женюсь на твоей сестре. У меня любовь с первого взгляда. Послушай, здесь в доме нет ни одной картины старого директора. Логично предположить, что они у Спиранского. А ты в каком звании? В смысле? Понятно. Майор, если я раскрою это дело, дадут подполковника. А на чердаке все подчистили. Зачем? Ну, предположим, что старый директор писал картины в той же манере, что и Спиранский. И это был секрет. А почему мне отдали именно этого мужика, а не того первого? Потому что первый был, что, подделкой под Спиранского? Возможно. Первого спрятали, а этого отдали. Тогда что получается, что этот написан Спиранским, а тот первый — старым директором? И зачем он был нужен Анне? Мотя! Мотя! Ты собака! Андрюха, Мотя, у тебя просто прелесть. Я ее с собой заберу. А она к тебе не пойдет. Это почему? Потому что она на службе. Она мне сама сказала. Юлия Ильинична, пойдемте сегодня в кинотеатр. Андрей Ильич, отпустите? Или я теперь под арестом? Имей в виду, он без пяти минут полковник ФСБ. Идите есть. Я уху сварила. Нет, мы в кинотеатр. Угу. А мы с тобой уху будем есть. Ой, откуда такая уха классная? Модесса Петрович рыбу принес, которую вы вчера поймали. Но форель-то мы точно не ловили. Спасибо. На здоровье. Лера, мы не договорили. Да мне кажется, ты все сказал. Не все. Я дурак и безмозглый идиот. Почему? Потому что я тебя отпустил. Да нет, ты просто признал мое право на равенство и братство. И очень зря. Андрюша, мне в Москву нужно. Меня там ждут. Кто? Ну, кто бы ни ждал, все равно нужно. Да? Ну и проваливай. С катертью дорога. Мы неправильно себя ведем. Мы развелись и... И вообще... И скучаю по тебе. И я по тебе скучаю. Ты сбежал? Знаешь, мне тут как-то приснилось, что ты рядом. Я проснулся и долго не мог понять, почему мне так хорошо. А это потому, что ты мне приснилась. Утром в Москву поедешь. Дурак. Да. Но зато как он. Утром в Москву поедешь. Т jumped. А... Ну вот. Это вы? Что вам нужно? На рыбалку пойдем, директор. Куда? Что делаешь? А мы разве на «ты»? Вроде на бодуршафт не пили, хотя… Теперь уже все равно. Эх, Андрей Ильич, поломал-то мне дело. Глупо поломал. И все потому, что прежний директор на старости лет покаяться решил. В чем покаяться? В том, что они с папашей моим покойным, а потом с Анной, сорок лет картины из музея таскали. Картины, которые после войны собирались, чтобы в музей вернуться? Точно. А директор сообразил, что на баланс не все можно ставить. Особо ценные придерживать можно. Молчал бы, жив остался. Да и я грех на душу не врал бы. Так это ты его? Ну почему же я сам утонул? Подтолкнул его с лодочки и одеё. Это с тобой вот повозиться придётся. Придётся. Но как Анна с директором залезли в музейное добро, я понял. А ты-то каким образом ко всему этому отношение имеешь? Так семейный же бизнес, Андрей Ильич. Когда отец умер, я придумал простую красивую схему. Анна списывает из фондов музея картины Спиранского, не имеющие художественные ценности. А ты покупаешь их за копейки. Или даже забираешь даром, верно? А из музея вывозишь не Спиранского, а картины Моровиковского, Рокотова, Шишкина. Верно. Ну красиво же, а. Как украсть художественные шедевры? Ну чуть через окно вытащить, фанально. Да и засыпаться можно. А так всё чисто, концов не найдёшь. Потом директор их размалёвывает под полотном его папаши. Нинка готовит документы для вывоза. А я продаю. Подожди. А Нина тоже ваша сообщница? Ну зачем же так грубо? Сообщница. Партнёр? А на картине, где площадь с Лениным, что? Богданов Бельский. Дети в школе. Мы когда поняли, что Москва по-любому своего человечка пришлёт, решили сан и лавочку нашу сворачивать. У нас две картины остались нереализованные. Это и портрет княгини Путятиной Левицкого. Поверх неё директор успел бородатого мужика скопировать с папашиного творения. Мы договорились их поделить. Первую мне, а вторую она хотела с собой увезти. В кисловод? В кисловод. В Европу. Там у неё давно домик куплен. Под Бременом. Только отдавать её я ничего не собирался. Вместо матрёшки настоящую картину притащил. Отцовскую. А она просекла. Сцену мне устроила. Сказала, чтобы утром картина была у неё. Принёс? Конечно. Если ты ещё раз только попробуешь меня обмануть, я тебя мокрого места не оставлю. Ты понял? Понял. Дай мне воды и проваливай. Катёша. У неё сердце было слабое. А у меня лекарство есть от давления, я принимаю иногда. Оно противопоказано при сердечной недостаточности. Мозню своего папаши забери. Ты её убил. Сама виновата? А вот картина из кабинета куда-то пропала. Я потом весь музей перерыл. Случайно в мастерской на неё наткнулся. Только там ещё и ты мне под руку подвернулся. А Митю ты за что убил? Митю убил. Убивать я не хотел. Из него, кстати, неплохой партнёр мог бы получиться. Но пришлось. Этот вундеркинд со своими холстами экспериментировал. Взял копию папашиной картины и случайно наткнулся на наш маленький секрет. И нет, чтобы промолчать, всё Нинки выложил. Решил её немного пошантажировать. Всё, я ушла. Нина. А ты знаешь, чем занималась Анна Львовна? О, неожиданно. Проходите. Ладно, Андрей Ильич, что-то я с тобой заболтался. Подожди. Мы можем договориться, с чем я хуже Анны. Продолжим бизнес. Не, я твою натуру, Андрей Ильич, знаю. С такими, как ты, не договоришься. Иванушкин – сотрудник ФСБ, он будет меня искать. У тебя сводочки совсем, что ли, повело? Кто тебя искать будет? Пошёл на рыбалку, принял на грудь, упал за борт. Всё. Подожди, Амадест. Что Амадест? Это ты ему сказал, что я рейдер? Я, он же патриот. Думал, где-нибудь предает тебя по-тихому. Но, видимо, у него и кишка танка. Придётся самому. Алексей Степанович? Александр Рикаревич? Так точно. Ну вот, как-то так. Мотя, Мотя, собака ты моя, Мотя. Ну что ты, Андрей Ильич, без нас на рыбалку-то пошёл. Вы откуда взялись, а? Мотя привело. Мотя, молодец. Мотя, молодец. Толик, студень пока в холодильник поставь. Сколько ждать ещё не изъел. Мотя, молодец Петрович, воды надо. На столе возьми. Ага. Мотя, ну куда ящик-то ставить? Погоди. Вася, прими-ка ящичек. Васенька, возьми, то ведь не удержусь. Куда теперь вазу-то не уронить? Сюда давай. Хоть бы помог, что ли. Я не могу, у меня координация нынче нарушила, я всё разобью. Ну-ну. А это на счастье, мой друг. Модест. Ильиничная, родненькая. Принесла, как и договорились. Куда яблочки-то ложат? А вот, Василий, определим. Андрей Ильич, ну давай хоть по первой с тобой шарахнем, а то голова круглая. Здрасьте, Сапочка. Здрасьте, можно пройти? О, Палыч, Софья Григорьевна. Куда идти-то? Здрасьте, проходите. Молодых ещё пока нет, придётся немножко подождать. Прошу. Красота ты такая моя. Да не волнуйся ты так, всё будет хорошо. Не знаю. Они всё по-тихому хотели, без помпы. Модест Петрович сказал, что по-тихому нельзя. Да? Угу. Свадьбу по-тихому не позволю. И правильно. Да. Богиня. Богиня. Модест. И городу, и дома сему добра и процветания. Ух ты. Здравствуйте, Евгения Алексеевна. Здравствуйте, товарищ директор. Это я пригласила. Молодец. Рад видеть. Как ваши дела? Как идёт следствие? Это дело не быстрое. Спиранский сидит в КПЗ, ждёт суда. Нина исчезла. Не знаю, ищут её или она никому не нужна. Всю зиму нас в фонды проверяли, думал свихнуть. Кстати, я собираюсь ходатайствовать о том, чтобы скульптуру вернули в музей. Отчаянный вы человек, Андрей Ильич. Судиться придётся. Будем. Ой, боюсь, не повезло моему клиенту. Идут. А? Идут. Приехали. Уже рядом. Ну, Андрей Ильич, с Богом. Я? А кто? Ага. Конечно, ты же для Саши с Юлей как отец. Правда? Тебе и вручать. А, чё делать-то? Чего делать-то? С музея не знают. Сначала целуются, а потом откусывают. Ну, я пошёл. Иди. Андрей Ильич. Андрюх, ты чего? Ну, мы же договорились, вроде как в тихом семейном кругу. А хлеб-то зачем? Целуйтесь, потом кусайте. А то Модест вас убьёт. Убью, убью. Целуйтесь быстро. Усосайте. Усоседи. Усоседи. Усоседи, урилю. Усоседи. 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 Усоседи, мщакооооооооооооооооо bahр di боявover Parece этому, чтобы canvas Got with you чем-то libérer whose вес fuego Anita Obrigается п sució Charles Erard. Усоседи, с Х하시는. Субтитры создавал DimaTorzok